Мы с вами сегодня беседуем по методам лечения, да? Я в целом как бы саму идею лечения опишу, методики сейчас, чтобы вы понимали, в чём речь идёт. И дальше мы с вами обсудим мои методы, которые я использую, и в чём их преимущества, особенности и так далее. Согласно Айурведе, существует ум, существует разум и, соответственно, болезни разума. Существует ум, соответственно, болезни ума. Существуют чувства, болезни чувств. Существует прана или психическая энергия, болезни праны. Существует тело и болезни тела. Для того, чтобы лечить разум, надо пользоваться разумом, энергией разума. Другая энергия его не может лечить, потому что он имеет очень тонкую природу. Это материя тоже, но она имеет очень тонкую природу. Болезни разума — это шизофрения, эпилепсия, психопатия, истерия. И также болезни, связанные с изменением, любые болезни связаны с изменением психического состояния. Согласно Айурведе, они лечатся, серьезно лечатся только молитвами, заклинаниями. И помощь в этом лечении могут оказать также растения всевозможные. И что касается меня, то я могу сказать даже, ну я и скажу, в принципе, мне нет секретов, как мы довольно сильно помогаем людям, допустим, в шизофрении. Когда я буду описывать свои методы, я упомяну его. То есть лечение ветками деревьев, мы в шизофрении достаточно хорошо, то есть есть какое-то облегчение у них. Дальше камни и ветки, травы. Они все могут облегчить психические заболевания вот эти вот, но реально вылечить не могут. То есть я не видел таких случаев. Но вот мантры или молитвы, заклинания, это реально может вылечить психические заболевания. Таких врачей сейчас очень мало. Я на своей жизни один раз знаю в Индии, когда я был. Моя знакомая нашла себе врачей, которые читали 12 часов мантры, по всем сторонам света сели. И они вылечили ребенка, а тот был обездвижен полностью. Я не мог его вылечить. И он просто, там какая-то болезнь такая тяжелая, нервная система, что... И ребенок через два месяца заходил. То есть он в этот же день начал пальчиками шевелить, когда они мантры читали. То есть очень сильное лечение. Но таких врачей очень мало. Я мало когда встречал. Я видел врачей, которые лечат с помощью мантр. Знаю одного врача в Индии, который лечит с помощью мантр вирусный гепатит. Люди приходят желтые полностью. Он их моет корой манго. Корой манго желтизну смывает. То есть раздевает их, моет. Потом читает мантры, дотрагивается пером до затылка, и они уходят. На следующий день они уже белые приходят. Он читает мантры, у него есть гуру, то есть он на него медитирует. Когда-то у него лучше получается, когда-то хуже. Но мантры это лечение уже такое. Я сам несколько раз, несколько дней подряд прослеживал людей, которые приходили. И они на четвертый день уже такие бодренькие, веселенькие. Это лечение, конечно, нет обследования. Но анамнез можно расспросить. Я расспрашивал. Они чувствуют себя хорошо. Лучше им становится сильно. Понять это сложно. Я лечу гепатит с помощью камней. Есть такие камни, змеевики. Камни, ветки, деревьев различных, хвойных в основном. Они лечат вирусы. И, в принципе, я вам просто привожу лечение разума. Гепатит это не болезнь разума. Но, тем не менее, мантрами она лечится. Мы можем... Я видел пример этого. У меня есть несколько случаев из лечения эпилепсии. Один раз я ее вылечил с помощью паприки, красного перца. Это был такой зверский способ лечения. Я поставил повязки с паприкой. То есть это было рефлекторное лечение. Моя методика, которая неизвестна нашей медицине обычно. И я уехал, сказал, если будет тяжело как-то, терпи. Но как бы я не сказал, что там совсем, если будет тяжело, терпи. В общем, он терпел. Он очень верил. И у него сначала возник гнайник в голове от паприка. Вот в этом месте, где рубец, там возник гнайник. Потом он прорвался сквозь голову. Одна дырка возникла в голове. Потом вторая. Два прорыва. И человек вылечился от эпилепсии полностью. Я когда приехал, я в ужас вошел. Как-то узнал, как лечение протекало. Что велел. Там все что угодно могло быть. Это казуистика. То есть такие методы я больше не применял. Потому что это очень опасно. Сильный огонь, то есть перца он прожигает. Все, конечно, можно экспериментировать. Но реально это очень опасно так лечить. Поэтому я, в принципе, стараюсь не пользоваться таким методом. Лечение психических заболеваний. Есть, конечно, травы, которые облегчают это все. Но реально человек не может снять себя нагрузку. Также можно сказать, что тонус, влияние планет, влияние плохой кармы при психических заболеваниях, несомненно, убирают драгоценные камни. Растения тоже, ветки деревьев тоже это делают. Но они делают это так, что надо каждые два дня ветки деревьев менять, а камни можно носить постоянно. Поэтому это преимущество заключает. Итак, есть болезни ума. Болезни ума — это гормональные всерасстройства. Это болезни, связанные с проявлением каких-то сильных черт характера. Допустим, гнев. Болезни, возникшие в результате сильного гнева. Чаще всего страдают печень, сердце, поджелудочная железа. Ну и так далее. То есть болезни, связанные с чертами характера, как они связаны с чертами характера, мы с вами обсуждали. А на это у нас была целая лекция. И вопрос заключается в том, как же отличить болезни ума от болезни тела. Если это болезни тела, мы можем это вылечить очень легко. С помощью режима дня, с помощью чистки организма, с помощью лекарств любых, антибиотики, еще что-то. Улучшающий обмен веществ. Если мы лекарства эти принимаем, допустим, почки восстановились, все, проблем нет. Но если мы принимаем лекарства и никакого толку нет, все то же самое, это значит, что болезнь имеет более глубокую природу. Она не находится чисто в теле, потому что по логике здравого смысла его можно вылечить простыми методами, но вылечить нельзя, мы не можем вылечить. Это означает, что болезнь имеет более глубокую природу. И как это выражается в уме, если в теле болезнь выражается в виде просто нарушения функций, то как проявляется болезнь в уме? Реально происходит следующее. Планеты, встав в плохое положение, просто давят на ум. И в результате ум давит на организм, потому что он же контролирует органы, организм. И вот представьте, человек реально говорит, у него вот как будто кол вот отсюда идет и до нижних органов, вот как кол. Такое может быть. Сегодня у меня такой пациент был. Поставили камни, кол прошел и сразу. Это реальное давление реальной планеты. Мы просто этого не понимаем. Потому что я подтверждаю это, что это так, я ставлю камни, все проходит. Это означает, что у нас сильная связь с планетами очень. Бывает у человека плохой астрологический период длится, допустим, 5-7 лет. Бывает у него пол жизни длится, он даже не знает, что это плохой период. Он думает, так всегда бывает, по-другому не может быть. И у него реально что-то давит на голову, спазмы какие-то возникают сильные. Вот эти вот все, когда человек чувствует, его сжимает, крутит, болит что-то сильно невыносимо. И нельзя снять ничем. Это значит, что планета действует так. Реальное лечение для таких болезней, это уже болезни, как бы эти болезни могут быть болезнями ума, могут быть болезнями праны, влияния планеты. Если его болезненное состояние проходит, если он ведет себя по-человечески нормально, не злится, не гневается, значит, это не является такой непреодолимой кармой. Это не та болезнь, которая чисто от планет зависит, болезнь ума. А она просто возникает в результате слабости психической, слабости положения, слабого гороскопа у человека. То есть ему какие-то экстремальные ситуации, и у него ухудшается здоровье. Погода изменилась там и так далее. Это значит, что это, в принципе, это болезнь ума, связанная с его характером, поведением. Если он сильно страдает от каких-то перемен, которые происходят вокруг, в погоде, в отношениях, в диете, это значит, что у него неустойчивый организм, потому что у него характер не очень хороший, без проблем с характером. Но есть болезни, которые имеют более глубокую природу, умственные болезни, которые связаны с тяжелым периодом. Допустим, часто бывает мигрени, у человека постоянно голова болит. Его нажал чуть-чуть, на него Сатурн посильнее, и у него со спазмы сосудов пошли все. Бывают другие планеты нажимают. Есть планеты, которые дают нам болезни. Это Солнце, Сатурн, Марс, Раху, Кету. В основном эти планеты как бы действуют так, что мы впадаем в ситуацию болезни. Они так нам дают возможность отрабатывать нашу карму. И вот эти болезни, когда человек не может долго вылечиться, они лечатся уже не с помощью внутреннего лечения, а с помощью питья чего-то, потому что это не работает. Если организм с помощью принятия внутрь себя мог это вылечить бы, то он бы давно вылечил, потому что он нашел бы как-то в себе силы. Идея заключается в том, что в данном случае лечение означает, что нужно что-то наружу положить, чтобы постоянное взаимодействие, чтобы между планетой и организмом был какой-то механизм, который мешал бы планете плохую энергию посылать. То есть наружное лечение получается сильнее, чем внутреннее. Так оно и оказалось. Простое привязывание, допустим, тех же веток липы, вот ветки привязываем просто на запястье и голени. Такая методика, очень эффективная, эффективнейшая методика. Просто привязываем ветки, и у человека на левую руку левую ногу привязываем, и человек носит постоянно. И у него на 20-30% признаки шизофрении проходят. Представляете, какой мощный метод? Я ничем другим не мог вылечить такую болезнь. А тут реально облегчение наступает. Человек чувствует облегчение сразу. Ему легче становится. На левую руку левую ногу. То есть здесь схема есть лечения ветками, камнями. И просто так не вылечишься. Надо знать очень досконально, как они работают, какие схемы лечения и так далее. Дальше. К трудноизлечимой карме относятся онкологии, злокачественные опухоли. И здесь как бы тоже очень большой прорыв произошел благодаря изучению и лечению корнями. Как оказалось, корни клёна, особенно корень клёна, корни тополей и корень туи лечат злокачественные опухоли, причем очень достаточно активно. Допустим, мы такие корни поставили. Мужчина в Донецке недавно совсем лечили его. Прошел 40 химиотерапий. У него лимфогрануломатоз, то есть огромные лимфоузлы. И он просто химиотерапию проходит, потому что у него чуть-чуть останавливается рост. Больше ему делать нечего. Он уже нелегально начал лечиться этим методом, потому что столько нельзя химиотерапии делать. Обычные люди умирают. Он как-то еще выжил. Вот, и мы поставили ему корни, которые ему подошли из этих названных. Только эти названные деревья лечат рак реально. И мы ему поставили комбинацию определенных корней, камней, и у него начали уменьшаться лимфоузлы. Прямо на глазах. За два месяца лечения у него они уменьшились. Где-то на две трети. Значит, совсем пройдут. То есть, если взяли лечить вот эти корни, они долечат до конца. То же самое, несколько человек здесь лечатся злокачественными опухолями у вас в религии. У всех хороший результат. Всем помогает. Всем лучше становится на глазах. Даже в четвертой степени. То есть, уже когда человек реально метастазы там по всему телу. То есть, очень сильные методы. Корни обладают огромной силой лечения опухолей. Это реальность. Именно деревьев, потому что деревья, они сильнее, чем растения по своей природе. Но если говорить, допустим, о грибковых заболеваниях, то грибки хорошо лечатся с помощью корней различных видов полыни. Это тоже трудноизлечимая болезнь. Она относится к тяжелой карме. Но если привязывать правильно, научиться схемы подбирать, как ветки ставить эти корни. А у вас здесь центр работает, по моим методикам которые. То есть, вы в любой момент можете прийти, протестировать, какие корни вам подходят, ветки, и вылечить эту болезнь, там, грибок, допустим. Вот, ветки полыни ставятся просто, привязываются на запястье голени и меняются через корни полыни. И меняются через каждые 2-3 дня. В результате через месяц грибок, тютю. Почему-то, а что это за лечение? Как это происходит? Это психическое воздействие на грибок. То есть, у каждого дерева, у каждого растения есть ум. Тоже тонкое тело ума. Но ум не проявляется у растений так, как у нас. Ум состоит из характера, согласно ведическому знанию. И у растений тоже есть характер. Мы знаем, что они имеют горький вкус, кислые, они как-то растут особенно. Одно подавляет другое и так далее. То есть, это проявление характера. Одному растению нравится среди таких растений расти, другому нравится так, по-другому. Это означает признаки существования характера. И именно характер снаружи, то есть, ставишь ветки наружу. Кто-то из врачей может сказать, что гипноз. Попробуйте гипнозом снять, допустим, давление, там, 200 на 120, давление артериальное. Ставишь ветки осины, левая рука, левая нога. Через 5 минут и уходишь просто. Занимаешься своими делами. Человек сидит, через 5 минут у него давление, ему голова кружится, у него давление снижается на 20 единиц, там, на 30, на 40. Сразу резко падает давление. Что, похоже на гипноз? Очень сильное воздействие. Это реально сильное воздействие. Я на себя ощущал тоже. Этими ветками лечится практически все. То есть, очень эффективно поддаются лечению мигрени. Вот те болезни, та болезнь, которую я даже камнями не могу вылечить, мигрень. Очень тонко надо камни подбирать. Просто ставишь в большинстве случаев на правую руку и правую ногу корни тополя обыкновенного или тополя пирамидального. Одно из двух чаще всего. И надо выбрать, что человеку подходит из этих двух, ну, максимум четырех деревьев. Там липа можно сюда, липу еще присовокупить. И иногда подходит тополя, шиповник может быть еще. И результат какой? У человека нет приступов. Совсем проходит головная боль. Даже на высоте приступа ставишь правая рука, правая нога, схему такую. Веточки просто привязываешь, вот так обматываешь вокруг. Через пять минут головная боль проходит. Очень быстрый эффект. У нас одна пациентка в Москве была, у ней всю жизнь голова болит. Никто не мог помочь вообще. Поставили ей ветки на все четыре конечности. И на правой левой, и на правой рука, правая нога. И хуже становилось. На все четыре конечности поставили и отпустили ее. На следующий день звонит, говорит, у меня голова не болит. Постепенно прошла. То есть сутки потребовалось. И все больше не болит. Она меняет, носят ветки постоянно. Очень эффективный метод лечения мигрени. Ветки тополя обыкновенного чаще всего, иногда пирамидального, иногда ветки липы лечат мигрень. Это эффективная методика. Но мы еще остановимся. Сейчас мы будем перечислять дальше другие методы, чтобы все охватить, чтобы время у нас хватило на все. Значит, есть болезни чувств, связанные с гормональными расстройствами. Также часто болезни чувств, они не имеют столь глубокую природу, как болезни ума. Но часто ими страдают женщины. То есть к нарушению функции щитовидной железы к этому относятся. Неправильная работа, неправильный контроль со своих чувств. Эти болезни лечатся уже с помощью принятия трав внутрь, травами наружу. Эта болезнь также лечится с помощью ароматерапии. То есть гормональные расстройства тоже лечатся с помощью ароматерапии этой методики. Именно она и лечит только гормональные расстройства в основном, а если что-то другое лечит, то тоже через это, через гормональное восстановление гормональных функций. И болезни чувств можно лечить диетой. То есть можно просто правильно себе питание, время приема пищи поставить, и человек вылечивается. То есть бывают это болезни женские, поженски гормональные расстройства, плаксивость появляется сильно, бывает щитовидная железа, бывает желудочная железа. Дальше болезни праны выражаются в том, что повышается, понижается давление, нарушается сосудистая регуляция в организме, страдает нервная система, допустим, воспаление нервных тканей и так далее. Болезни праны лечатся с помощью дыхательных упражнений, очень эффективно, можно восстанавливать нервную систему, давление лечить. С помощью экстрасенсорных методов уже здесь очень эффективно лечить различные пасы руками, потому что это тоже движение праны, это лечение праны. Дальше очень эффективно эти болезни лечить ветками деревьев, камнями, но не очень эффективно лечить приемами трав внутрь, потому что когда человек внутрь траву принимает, праны в ней нет. Она теряет свою прану очень быстро. Прана остается, когда мы привязываем травы наружу. Дальше к болезням тела относятся в принципе все заболевания, которые связаны с любыми хроническими изменениями в организме. Болезни тела лечатся с помощью трав, химических препаратов, с помощью гомеопатических средств. Единственное, что я хотел бы добавить ко всему этому, что болезнь тела лечится настолько, насколько это болезнь тела. Понимаете? То есть если, допустим, мы печень лечим, можно помочь с помощью обычных лекарств, которые продают в аптеках. И печень не станет лучше, но в какой-то степени. И дальше уже не с места не сдвигается болезнь. Вот сколько не пьешь этих лекарств, думаешь, что у тебя лекарства не подходят, начинаешь менять. Все равно никакого толку. И на каком-то этапе болезнь это просто не лечится дальше. Это значит, что это уже не болезнь тела. Ее надо лечить по-другому. Надо лечить камнями, надо лечить наружным приложением свежих уже, свежих веток. Дальше наружным приложением трав в определенных комбинациях и так далее. То есть это лечится также с помощью наложения металлов. Это лечится цуботерапией. Различные в активной точке какие-то проросшие зерна ставятся. Это очень эффективный метод тоже. Дальше это лечится с помощью климатотерапии. Это очень эффективный метод. Хронические болезни лечатся климатом. То есть человек меняет климат, и у него все вылечивается само. Только надо знать, как его менять. Это довольно сложно. Хронические болезни также лечатся с помощью панчакармы, когда человекочистительные процедуры проходят различные. Но болезни ума с помощью панчакармы не лечатся. То есть человек вылечится с помощью панчакармы до определенного уровня. Дальше все, что осталось, это его. Второй раз панчакарму делать не надо, уже все равно не поможет. Что значит второй раз? Это значит достаточно один раз в год сделать. Второй раз в год уже не надо делать. Это будет лишнего. Чиститься второй раз в год не надо делать. Это уже баловать организм означает. Это может быть опасно. Организм привыкает ко всему, что мы с ним делаем. Понимаете, если мы делаем что-то, он дальше требует этого уже. Это может быть очень опасно. Чрезмерная чистка организма. Но в целом, я считаю, панчакарма — это очень хороший метод, особенно для тех, кто ест мясо. Для того, чтобы бросить мясо, надо очиститься. Взять, пройти панчакарму, сразу легче жить станет, и потом мясо уже не полезет никогда. То есть человек очищается реально, ему легче жить становится. Что такое панчакарма? Это когда человек пять различных очистительных мероприятий проходит. Он делает рвоту, кровопускание, очищение носа. Дальше клизмы слабительные делать. Да, клизмы слабительные. Вот эти мероприятия такие он проходит. Также туда подключается массаж общий. Кстати, массажом лечится. Это реальное лечение. Массаж масляный. Это реальное лечение интоксикации токсинов в организме. Оно действительно способно сжечь все токсины. Очень хороший способ такой массаж. Хороший метод лечения. Но массаж является дополнительным лечением, не основным. Никогда массаж не нужно использовать как основной метод, потому что его возможности ограничены чем? Тем, что организм тоже привыкает к нему и потом требует его. Если человек лечится только массажом, ему надо всю жизнь массаж потом будет делать. Он не сможет без него жить. Поэтому лучше использовать другие методики, которые действительно... Вообще в целом, если человек чем-то лечится, ему все равно придется этим лечиться потом, так или иначе. Но следует знать, что я зря не упомянул про лечение разума и лечение ума. Такие методы, как дыхательные упражнения и хатха-йога. Эти методы реально могут вылечить. Самые тяжелейшие заболевания. Речь идет о дыхательном упражнении. Означает правильное понимание, как задерживать дыхание на вдохе и на выдохе. Человек это может делать, реально тренирован в этом, и он правильно концентрируется в этом. То он может вылечить практически любую болезнь. Даже болезнь разума. Даже шизофрению можно так вылечить. Но это очень высокое искусство лечить именно этим способом себя. То есть для этого надо очень серьезно погружаться в самосовершенствование. Хатха-йога тоже очень эффективный метод. И, кстати, сказать, что такое хатха-йога, это статические упражнения. Человек замирает в какой-то позе, и он успокаивается, расслабляется в этом положении. Зачем такое лечение нужно? В этом положении реально взаимодействие. То есть тело что-то делает в этом положении? Нет? Нет. В этом положении делает только ум. Он терпит неудобную позу. И во время этого терпения происходит очищение его от различных проблем. Поэтому хатха-йога – это реальная медицина для здоровья. То есть если вы хотите зарядку какую-то делать, чтобы быть здоровее, надо делать упражнения хатха-йоги. Потому что обычное движение – просто прогулка по улице уже достаточно, чтобы болезни, связанные с адинамией, прошли. Но чтобы реально убрать глубокие психические проблемы, которые вызывают у нас болезни, для этого надо делать упражнения хатха-йоги. Вот смотрите, допустим, вы болеете чем-то из-за того, что у вас плохой характер, а характер сразу исправить невозможно. Что делать? Надо сделать упражнения хатха-йоги, и они разгружают вот эту энергию, которая скапливается в плохом характере. Каждый день, если человек это делает, от своего плохого характера он не будет страдать, у него не возникнет болезни. Самое лучшее упражнение – это падма-сана, когда ноги в позу лотоса вот так собираешь. Дальше скрученные позы есть. Различные положения, когда ноги сверх закидываются, перевернутая там поза ноги, свеча там вверх вот это вот, или наоборот вперед нагибаемся, или прогибку как мостик делаем. То есть простые упражнения, не надо ничего мудрить. Самое главное, что надо делать долго, достаточно долго. То есть сначала вы делаете какое-то упражнение, сколько вам это удобно. То есть не надо делать слишком завороченно. Это вы можете под руководством инструктора делать. Чуть-чуть тяжело делать, вот в этом положении останьтесь, и когда тяжело пройдет, станет легко. Вот и все упражнение. Допустим, ноги кверху чуть-чуть подняли, там поза свечи такая легкая, облегченная, и так подождали, пока легче не станет. И медленно опустили. Вот такое упражнение. Упрощенная схема хатха-йоги, я вам сейчас даю, самую простую. Потому что я занимаюсь хатха-йогой порядка 20 лет. И я хорошо знаю, как мне надо это делать все для себя. И усвоил одну вещь очень четко, что мудрить здесь сильно не нужно. Здесь нужно просто учиться, сосредоточить свой ум на чем-то возвышенном во время упражнений. Раз. И во-вторых, перетерпеть тяжесть и боль и привыкнуть к положению, в котором ты находишься. Если это произойдет, то болезнь точно будет вылечиваться. Если человек делает хотя бы 20 минут упражнения в день, этого достаточно, чтобы не болеть хроническими заболеваниями. А если вы не можете с помощью хатха-йоги вылечить болезнь, то это однозначно, что вам надо лечиться камнями. Это однозначно. Почему? Потому что это значит, что планета очень сильно действует. Это непреодолимая карма. Очень тяжело преодолеть. Камни, талисманы различные, может быть, из деревьев даже. Есть в Индии, даже делают из деревьев, несколько деревьев вместе талисманы делают. Металлы можно подбирать для лечения таких влияний планет плохих. Но лучше всего драгоценные камни. Они чище и эффективнее действуют. Значит, иглоукалывание, я считаю, крайний случай лечения. Лучше к нему не прибегать, потому что этот метод используется неправильно в современной медицине. Иголки должны быть разных сортов деревьев и металлов. И подбирать иглы надо индивидуально каждому человеку. Именно потому лучше всего деревьями, деревянными иглами колоть. И надо дерево подбирать тоже строго под человек. Это очень такое искусство, которое требует много хракопатливого труда. Иголку один раз использовал, деревянную, надо уже выкидывать. Сейчас никто не будет этим заниматься. Кстати сказать, суботерапия и просто нажатие на точки не иступает иглоукалывание по эффективности. Поэтому лучше всего иголки не колоть. Почему? Потому что они приучают организм к электромагнитным волнам. То есть, когда человек курсы иглоукалывания активно проходит, я заметил просто по своим пациентам, у них чувствительность к телевизору, к компьютеру сильно возрастает, к мобильнику. Они реально чувствуют проблемы от этих радиоприборов. Из-за того, что они долго под иголками лежали, организм как бы настроился на этот лад. Теперь он живет такой жизнью. И как бы трудности возникают в этом плане. Гомеопатия — это эффективное лечение, но оно должно быть, его надо делать очень осторожно, с большой осторожностью. Я могу вам привести пример. Мой знакомый гомеопат в Индии. Очень эффективно он лечил всех. Он чуть не умер от некроза поджелудочной железы своей собственной, которая произошла в результате того, что он принял гомеопатические средства, пытаясь себя вылечить от проблем, связанных с поджелудочной железой. Он просто чудом выжил. Просто чудом. Делали кучу операций. Еле-еле спасся просто человек. Вот чуть сам себя не убил. А это лечение хорошее, гомеопатия. Но надо лечиться им очень осторожно. Не надо передозировать, потому что часто там используются ядовитые какие-то вещества, малых дозах и так далее. То есть не каждый человек способен что-то переносить. Но в целом это лечение хорошее. Нельзя сказать, что оно лечит тяжелые болезни, связанные с влиянием планет, каких-то тяжелых. Но если сравнивать обычную медицину, таблеточную, гомеопатия, конечно, стоит на более высоком уровне. В этом нет сомнений. Что касается современных методов диагностики, то вы не должны, допустим, таким методом диагностики, как диагностика по фоли, верить на 100%. Там, допустим, эта диагностика говорит, у вас опухоль в голове, допустим. У меня в Риге есть такая пациентка. Но у ней просто там немножечко наросли ткани. Никакой опухоли просто в норме ткани, повышенной чуть-чуть, соединительной больше, чем положенной. Чуть-чуть. Но аппарат показывает, диагностика по фоли показывает, что это опухоль. И человек верит этому. То есть такая диагностика не является абсолютно достоверной. И как бы она может указать на что-то реальное, и какие-то изменения, значит, там есть. Но какие изменения, не всегда диагност может точно понять. Понимаете? Для этого нужны более достоверные методы обследования. Там различные сканирования, УЗИ там и так далее. Не пренебрегайте этим, у нас нет более точных диагностик сейчас. Если вам злокачественную опухоль экстрасенс поставил, то вы должны пойти и провериться. Потому что экстрасенс не может знать на 100%. Он может, всегда есть возможность ошибиться. Понимаете? С помощью этих методов. Также диагностика по пульсу и так далее. Все эти методы хороши, я им сами пользуюсь. Но они не являются 100% достоверными. Я всегда посылаю пациентов на проверку, если я вижу, что есть проблемы какие-то, как мне кажется. Чаще всего они подтверждаются, иногда бывает, что нет. Поэтому доверяйте только таким серьезным обследованиям, серьезным методам исследования. Любая диагност... Можно диагностировать по чему угодно. по чему угодно вообще. Хоть по ногтям, по составу ногтей, по чему угодно. Это все одно и то же в принципе. Понимаете? Это все одно и то же. То есть сейчас современное оборудование позволяет очень примерно все выявить в организме, все проблемы примерно. Но точно можно это сделать только с помощью вот этих вот конкретных методов исследования. Томография, допустим, там УЗИ и так далее, анализ мочи, крови. Понимаете? Это очень важно. Допустим, вам говорят, у вас туберкулез. Чтобы точно поставить диагноз, надо пойти сделать анализы соответствующим, антутам и так далее. И тогда будет понятно, что у тебя туберкулез. Но по-другому нельзя верить в это, понимаете? Надо точно знать, какая болезнь. Потому что от точности будет зависеть лечение. Это мы немножко так в общую медицину, в общий ракурс отошли, чтобы вы знали мое мнение как специалиста нетрадиционной медицине по этому поводу. Следующее, что я хотел бы сказать вам, что на самом деле вот вирусный гепатит, вот эти вот болезни, они действительно лечатся. Лечатся. И очень быстро, эффективно, туберкулез, допустим, все это лечится. Но не так, как вы думаете. То есть обычными лекарственными таблетками вылечить это невозможно. Вирусный гепатит мы лечим камнями, змеевиками. То есть камни зеленого цвета такие индивидуально подбираются под человека, под вирус. И ставятся эти камни. Человек реально чувствует, через два дня ему легче становится. Начинает прыгать, у него бодрость появляется, желтизна проходит. Это внушение или не внушение? Или, допустим, у человека вирус, он гриппом заболел. Сейчас, кстати, такой грипп ходит, очень тяжелый. Он поражает нервную систему, человек чувствует просто ему плохо. Он не знает, от чего ему плохо. Неделю, две, кашель чуть-чуть. И он не знает, от чего. Простой метод лечения этого гриппа. Так как я рядом не буду с вами, это будет не внушением. Значит, берете, выбираете из двух всего деревьев, или сосна, или елка. Нюхайте ветки, если запах легкий, свежий, приятный. У нас есть целая лекция по тому, как диагностику проводить по запаху. Надо ее послушать, и можете. Но это очень просто. Запах легкий, свежий, приятный, значит, подходит. Запах теплый, неприятный, тяжелый, значит, не подходит. Берете ветку сосны, если она вам подошла, прямо с иголками, навязываете на правую ногу правую руку. Если чувствуете, через пять минут стало легче, значит, вы через два дня вылечитесь от этой болезни. На ночь одевайте на левую сторону, чтобы спать можно было. Ветку носить можно два дня, реально. Но лучше поносите неделю, а то есть пять раз придется менять, а то есть неделю. Три раза поменяйте. То есть одна ветка носится два дня. В целом, как бы вам, знаете, проще, что сделать? У нас здесь работает медицинский центр по моим методикам. Придете, вам протестируют, тут же все поставят. Если вы чувствуете, от гриппа не можете вылечиться, это значит, у вас вот этот грипп тяжелый. Буквально никаких шансов, чтобы не вылечился у нас. Это 100% гарантия. То есть мы или змеевик ставим, или эти ветки подбираем. Практически всем помогает. Дальше. Хатха-йогой лучше всего научиться заниматься. То есть лучше всего пройти там месячный курс, поучиться, есть специалисты по этому поводу. Насколько эта гимнастика более эффективна, чем обычная гимнастика? Она, эффективность ее заключается в том, что она снимает глубокую усталость ума. Так бывает, что человек спит и не высыпается. У нее не проходит усталость, он живет в усталости. То есть в этом случае надо заниматься хатха-йогой. Другого способа нет вылечить эту проблему. Достаточно заниматься в день 15 минут. Не надо заниматься много. Этого достаточно. Также дыхательными упражнениями достаточно 10-15 минут в день заниматься. Много не надо заниматься. Что касается питания, что самый важный вопрос, который бы я вам хотел сказать в этой связи, это то, что сейчас в основном люди не обращают внимания на время приема пищи. Это не очень хорошо. Даже аюрведа не всегда говорит об этом очень серьезно. Но на самом деле это самый серьезный вопрос. У меня есть книжка «Законы счастливой жизни», первый том. Купите, пожалуйста, там написано, как правильно по времени питаться. вы увидите, что это помогает. Поднимите руку, кто так питается. Вам помогает, нет? Уже больше я смотрю, чем в прошлый раз поднимали руку. Это очень важный вопрос, потому что с помощью режима дня и правильного питания можно вылечивать множественные, много очень различных болезней. А у меня в Москве был прямой эфир два часа, представляете, на радио. Два часа люди, радиослушатели против доктора Тарсунова. В чем заключался прямой эфир? Человек там говорил мне, я такой, это Федор Петров. Я ему говорю, у тебя голова болит, Федор Петров. И говорю причину, что ты из-за того, что ты поздно ложишься спать. То есть обычно в 80% людей совпадало и то, что я сказал, и то, что он так делает. И люди были просто в шоке. Эту передачу еще два раза потом повторяли. Она была очень успешной. Потому что люди были в шоке, как так возможно, что просто нарушение режима дня дает столько заболеваний. А это реально факт, 100%. Теперь я вам говорю вот такую вот сейчас просто установку. Если у вас болит поясница в позвоночнике, значит вы, скорее всего, просыпаетесь и валяетесь в постели. По крайней мере, не меньше получаса. Неправильно? Если неправильно, значит, это может быть только исключением, но неправилом. Чаще всего это является правилом. Дальше, другой момент. Если у вас болит вот здесь вот верхняя часть позвоночника, то вы просыпаете, но не валяетесь. Просто поздно встаете. Психическая энергия накапливается сверху. И так далее. То есть, можно много... Повышенная кислотность чаще всего бывает у тех людей, которые поздно ложатся спать. Поздно вечером ложатся. Еще на ночь едят. К тому же. И так далее. То есть, есть много таких закономерностей, которые лечатся очень просто. Человек должен сделать правильно, как надо. Это очень важно. Дальше следует знать, что такая болезнь, как атеросклероз, она связана с мясоедением, употреблением в пищу мяса, рыбу и яиц. Это однозначно. Здесь нет никаких сомнений у меня, потому что я видел также повышение холестерина в крови в результате повышенного употребления топленого масла, допустим, сливочного. Тоже видел повышение холестерина и даже закупорку сосудов от этих болезней, от этого я видел тоже. Но лечить, вот просто, знаете, за два дня очищается организм очень быстро от этого всего. Просто как будто ничего не было. С другой стороны, если человек атеросклероз получил от мясоедения, его вылечить невозможно практически. Очень долго. Чистить организм надо долго, он мясо должен перестать есть, иначе не вылечишь это. Кстати, для того, чтобы вылечить злокачественную опухоль, надо перестать есть мясо, рыбу, яйца, перестать курить. Это как минимум. Если человек этого не делает, злокачественную опухоль вылечить невозможно. Моя практика. То есть я не могу вылечить, просто хоть меня убей. Но в противных случаях достаточно много хороших результатов. Следующее, что касается атеросклероза, то лечить его надо тоже корнями. Когда человек перестал есть мясо, рыбу, яйца, то подходят также корни, в основном корни тополей, корни тополя пирамидального, обыкновенного. И также могут быть и другие какие-то корни, но маловероятно. Кстати сказать, если это атеросклероз сопровождается гипертонией, то корни надо подбирать очень тщательно. Там туда еще включается в этот список липа, осина, липа, осина, ива и так далее. То есть несколько видов деревьев. Если гипотония, то тоже, то это просто ветками лечится, ветками деревьев. Очень просто лечится гипотония вообще без проблем. Просто назначаются ветки, которые подходят человеку и все, на правую сторону. Надо подобрать это все индивидуально. Здесь невозможно дать общий совет. Ветки всегда индивидуально подбираются. И бывает так, что какая-то болезнь соответствует, вот как я вам в шизофрении сказал липа. Но в основном надо все индивидуально подбирать. Дальше. У нас есть еще такая методика очень интересная. Еще пару методик я вам расскажу интересных. У нас есть методика лечения травами, когда мы подбираем травы на 9 планет. Вот вы, когда консультации проходите здесь у меня, вы можете попросить меня, если у вас есть какая-то болезнь, я вам могу составить рецепт. Там будет 9 наименований растений. И это значит, что этот рецепт составляется по 9 планетам. Я смотрю, какая трава вам подходит в связи с этой планетой именно. и даю пропорцию. То есть вы можете, когда сделать этот сбор, я вам дам схему ношения, это сухие травы в сухом виде носятся. Это как бы дает баланс в организме, увеличивается баланс. Тоже очень эффективная методика лечения. Что касается драгоценных камней, то сейчас мы пользуемся простым таким методом. То есть драгоценные камни низкого качества ставятся на резиночках такие, мы в цепочках их покупаем и на резиночках они ставятся на пальцы, на запястье. Эффект наступает, если мы правильно схему подбираем, эффект наступает в течение пяти минут. Допустим, человек пришел, у него кости болят, там еще что-то. Если мы все правильно сделали, через пять минут у него ничего не болит. Все нормально. Очень быстрый результат. Если это как бы именно физиологические какие-то проблемы, а физиология снимается мгновенно. То же самое давление там уходит и так далее. Ну буквально через месяц мы запускаем такую программу, что можно будет подбирать из драгоценных камней браслеты с хорошего качества, ну с ювелирного качества изделия будут. Возможно у вас в Риге даже это будет делаться. И эти браслеты будут подбираться индивидуально. Вообще в целом, что касается камней, то это абсолютно индивидуальная вещь. Надо подбирать очень серьезно человеку. Чаще всего на один палец одного камня недостаточно, надо подбирать два-три в соответствии с тем, что каждая фаланга соответствует своей планете. И не всегда бывает так, что мы ставим допустим цитрин на указательный палец, там есть последняя фаланга здесь, это Юпитер. А первая фаланга это Луна. Цитрин может Луну перегрузить и в результате он не подойдет на этот палец. А на другой он не нужен, поэтому надо ставить вместе с лунным камнем, допустим. Это целая система, целая наука, мы знаем, как это делать правильно. У меня 5 лет опыт уже лечения камнями, пролечил десятки тысяч человек вот этими методиками, они очень эффективны. Да, еще вы очень просто, в этом нет никакого сомнения, вы очень просто можете проверить, подходит вам какое-то кольцо или нет на какой-то палец. Чаще всего оно не будет подходить, можете проверить. Значит, проверяете очень просто, вы надеваете кольцо на тот палец, который вам нравится, и нажимаете на него, и держите так, 10 минут. Внимательно следите за своей головой, если в голове прояснеет и станет хорошо и ясно, как ранним утром после глубокого сна, это значит, что камень вам подходит. Если появляется тяжесть где-то, впереди, сзади, сверху, сбоку, или тяжесть появляется в шее, или спереди, сзади, в шее, это значит, что вам нельзя носить его на этом месте. Все, очень простая методика. Если вы, я вам подобрал схему ношения из камней, те, кто у меня лечился, они спрашивают, как нам дальше с этой схемой быть. Если я вам схему лечения подобрал, она будет подходить только этот сезон. Следующий сезон дальше, следующий сезон камни, пропорции камней и цвет остаются с вами на всю жизнь. Но где их носить, на какой руке, надо определить самому. Очень просто. Нажимаете на браслетик, который находится на каком-то пальце и смотрите 5 минут. Если тяжесть появляется в голове, перебрасывайте на противоположный палец зеркально, то есть переворачиваете его и перебрасываете на противоположный палец. И опять нажимаете там 5 минут. Если стало легче, значит ему там стоять. И ходите просто так, одно колечко перебросили и ждете. Потом следующим занимается. И так можно в течение 2-3 дней пересмотреть всю схему. Схема меняется резко с изменением сезона. То есть, если стало жарко, через 2 дня где-то наступает перегрузка какая-то. И это так действуют камни. То есть, если их переставить, одно-два кольца сразу-сразу легче становится. Тут же отпускает и можно так уже весь сезон будет носить. Лишком часто менять не надо. Но по сезону схема меняется однозначно и практически у всех. Также схема ношения камней меняется при изменении города, населенного пункта. Если человек переехал в другой город, ему надо схему ношения тоже менять. В одном городе один камень. Допустим, у вас приморский климат и рубин чаще всего подходит на левую руку на безымянный палец. Но если вы в континентальный климат уедете в Москву, то вам придется его переставлять на правую руку и так далее. То есть, но поймите такую вещь, что я проводил исследование специальное, изучал людей. Примерно 80% людей камни носят с большим вредом для своего здоровья. Некоторые носят искусственные камни и не знают, что они вообще не действуют. Просто как пластилин. А некоторые носят им помогают, потому что они как-то почувствовали свой организм, решили, как носить. То есть, бывает так, что камни могут помогать. Это не факт, что ни один человек не может себе их подобрать. Просто часто бывает так, что их надо в сочетании подбирать сразу, несколько ставить. И надо знать, где носить. Это тоже очень важно. Дальше у нас есть еще один метод лечения, кроме травного, вот этих 9 трав, которые я вам описал. Этот метод используется как полноправный метод для лечения практически всех хронических заболеваний. И мои студенты, в принципе, они через годик уже будут квалифицированы заниматься этой методикой. Но сейчас они осваивают лечение ветками. Кстати, метод очень простой, очень дешевый. Вот здесь мы бесплатно ветки подбираем тем, кто у нас консультации проходит. и он практически без промаха бьет. То есть, если вот вам, допустим, ветки поставили, вам полностью не подошло, вы придите еще раз, мы посмотрим, может, схема не подошла. Но большинству людей помогает через пару дней уже сразу. Вот кто лучше почувствовал с ветками, мы поставили ветки просто на консультацию, кто из вас почувствовал облегчение. Вот видите, достаточно много людей руки поднимает. Кто-то вообще не ставил, кто-то не подошел. Но если бы вы все доделали до конца, у всех бы был хороший результат. Если говорить о лечении ветками, то если у вас аллергия, попробуйте такой простой способ. Возьмите ветки березы и привяжите на все четыре конечности. Где-то процентов в 40-50 случаях у вас аллергии не будет. Просто начнет проходить, поносите и пройдет она сама. Простые такие способы тоже. Сейчас я вам другие перечислю лечение. Дальше, что еще такое? Я пытаюсь найти как бы общие закономерности, чтобы вы не ошибались. Не у всех, конечно, аллергия пройдет березы, но у многих. При астме надо подойти протестироваться. Вам надо пройти просто эту методику. Вы не сможете так вылечиться сама. Еще следует знать, что полипы лечатся практически у всех с помощью наших методик. и так же практически у всех рассасываются камни в желчном пузыре и в почках тоже. Не надо операции делать. Я могу сказать, самим очень простой метод. Главное, чтобы он вас не перегрузил. Если вы увидите селенитовые бусы, где-то продают, но в Москве точно они продаются, селенит, камень, гостиница севастопольская, метро севастопольская, там много продаются разных отделов, там есть бусы селенитовые. Если вы купите селенитовые бусы, покупать надо в том случае, если знать, что у вас есть песок, камни, и одеваете их, просто носите днем, на ночь снимаете, на груди просто носите их, то примерно 60% гарантии, что у вас рассосется камень. При этом вы будете чувствовать, что вам жарковато будет жить, конечно, и может быть в этом случае, если слишком жарко будет, носите меньше. Если у вас давление повышается, не рискуйте это делать, очень опасно для здоровья. Может быть давление чрезмерно подняться. Ни в коем случае не одевайте никакие браслеты из камней, это очень опасно, это очень сильное воздействие оказывает на организм. Особенно если умудряются люди, допустим, синий сапфир, очень сильный, очень сильный перегружающий камень, одевают прям браслетом и вдоль прям всего браслета. Одного этого камня достаточно, чтобы человека грохнуть, не то, что там целый браслет. Кстати, камни драгоценные, они очень сильно влияют на судьбу, особенно синие, будьте с ними осторожны, потому что реально с ними можно попасть в аварию, если не поставишь неправильно, поэтому будьте осторожны с камнями, не думайте, что это просто безделушки, на которые надо смотреть, это серьезная вещь, которая лечит и калечит тоже. Если камень поставил неправильно, он перегружает, человеку плохо становится, надо точно подобрать схему, поэтому лечение камнями требует времени. Когда мы драгоценные камни будем подбирать, у нас будут разборные браслеты. Допустим, человеку не подошло, мы ему раз заменили, у нас будет такая система разборная, как конструктор. То есть я подбираю камни по интернету, я по интернету вижу каталоги камней и вижу фотографию вашу с руками вот так, это мне достаточно, чтобы точно подобрать вам камни. Я проводил эксперименты такие из Индии, подбирал камни людям, которые в России находятся. Девочка, которая имеет острый лейкоз, которая уже собралась на тот свет, вылечилась полностью от острого лейкоза с помощью драгоценных камней лечения. Очень эффективный метод. Просто на глазах я могу показать фотографию, какая она была до лечения, какая после лечения стала. Румяная, счастливая. Родители были выбором делать пересадку костного мозга или попробовать лечиться камнями драгоценными. Выбрали камни и удача оказалась на их стороне. Полипы лечатся несложно. Я даже могу сказать, что чаще всего помогают при полипах. Это корень тысячелистника, корень чистотела. Если привязываете правая рука, правая нога и носите, то если он подойдет по запаху один из этих корней, то он сам рассосет полипы, даже не надо об этом думать. Я думаю, что корень туи тоже рассосет полипы. Чаще всего рассасывает. Если вы боитесь паразитов различных в организме, походите пару недель с корнями полыни. Ну надо тоже из всех видов полыни выбрать, которые вам подходят. И он убивает, начиная от кишечных всех этих бактерий, которые ничем не лечатся, и кончая патологии, которые находятся в мочевых половых путях, все убивается. Никаких шансов нет, все уничтожается полностью. Корни полыни, правая рука, правая нога. Можно на все четыре носить, но лучше придите в центр и проверьтесь, то есть самим есть какая-то опасность, какие-то перегрузки могут быть. Придете, сильно вас сам не обдерут, как липку, которую вы будете носить. Вот самое удивительное, что эти методы лечения, особенно лечения камнями и ветками, оно чем хорошо? Оно не дает побочных действий, потому что наружное. Привязал и смотришь, как действует. И то, что можно лечить маленьких детей, допустим, елкой или сосной грипп лечить. Вот как лечить маленького ребенка? Он гриппом сильно заболел, может умереть, осложнений сколько. Поставил елку и все, прошло. У меня дочь заболела малярией в Индии в три года, представьте. И она, я лечил семенами пипола, пиполы малярию. Я ей привязал на правую руку правую ногу, через четыре дня полностью прошла. Все, никаких возрождений, это было шесть лет назад, никаких заново, то есть малярия никак не проявляется. Все, тю-тю, полностью вылечилась. И таких пациентов у меня в Индии очень много, это инфекции различных лечилось людей. Я лечил простыми специями, корнями, там, очень простые методики, эффективные. Ветки с иголкой вместе, да. Даже, если вы заболели вирусным гепатитом, есть вероятность, что одно из хвойных деревьев может полностью убить вирус. И причем, проверить это очень просто. Если вы встанете на правую ногу, правую руку, то в этот же день вы поймете, помогает или нет. Вам легче сразу станет просто и все. Очень просто. Когда давление повышено. Даже если у человека, допустим, грипп, и у него сильно повышается давление, он должен на левую сторону привязывать в этом случае. Правая сторона повышает энергию, левая снижает. Многие люди думают, что я вот сейчас говорю просто какую-то фантазию. Понимаете? То есть человек вылечивает простуду за один день, ветки ставит, у него температура спадает через час. Все. Быстрее, чем от аспирина. Понимаете, дерево любое, даже вот так голое дерево, оно спит зимой, конечно, спит, но прана-то по нему идет. Если бы она прана, жизненная энергия не шла, тогда в этом случае дерево бы высохло, оно не высыхает, листья распускает. Значит, что оно живое, действует. Спит оно и не спит, энергии хватит для нас, не волнуйтесь. Кстати, большой разницы лечиться зимой и летом нет. Деревья действуют примерно одинаково. Я сразу вам говорю, если уже человек оглох, то это не всегда можно вылечить вообще. Иногда это можно вылечить, иногда нет. Все зависит от того, целы ли нервы. Если там они поражены, уничтожены полностью. То же самое сетчатка, если поражена, это не лечится никем. Это просто органы не существуют, так же, как палец отрезали. То же, когда человек инсулин колет, у него поражаются клетки поджелудочной железы. Инсулин вступает в конкуренцию с здоровыми клетками. В результате я могу вылечить независимых инсулино-диабетчиков. С инсулином я ни разу не вылечил никого. Невозможно, потому что поджелудочная железа теряет силу. Что касается ушей, воспаление постоянное, ветки, камни лечат очень просто. Можно их, конечно, лечить и другими методами. Есть местное лечение, там втирать что-то там и так далее. Но эти методы менее эффективны. Кстати сказать, еще несколько простых способов, как лечить разные заболевания. Всегда патология с суставами облегчается с помощью правильного выбора масла при массаже. Если человек делает масло и массаж, уже выбирает масло правильно. Суставы лечатся практически всегда. Также позвоночник тоже. Причем он будет восстанавливаться даже. Это очень эффективный метод. Масла надо подбирать индивидуально по запаху. Конкретно для каждого человека. Одно масло одному хорошо подходит, другому это же масло может его убить. То есть массаж действует прямо противоположно, если масло подобрано неправильно. Человеку становится очень плохо, его может вырвать после массажа, то есть интоксикация начинается. Поэтому надо очень серьезно подбирать масла при массаже. Да, свежий, теплый запах. Что касается, есть такие методики, как лечение глиной, допустим, да, это чисто противовоспалительное лечение, запомните. Кроме того, что снимается воспаление, больше ничего не происходит в организме, реально. Алкоголизм лечится только с помощью мантрами, посещения церквей, храмов. Это болезнь разума, наркомания, алкоголизм лечится только духовной практикой. Камни могут облегчить абстиненцию. То есть вот смотрите, то есть я ставлю сильные камни и человек после того, как он выпил, он не будет чувствовать интоксикацию, ему легче жить станет реально, ему не захочется опять пить. Но это не значит, что он не будет пить, потому что это его вкус к жизни, он так чувствует счастье. Поэтому камни могут снять что-то, облегчить человеку. Если он сам хочет бросить пить или курить, сильно бросить хочет, камни сильно помогают. Человек чувствует, реально у него силы появляется бросать. Но сами по себе просто гарантию давать человеку, что это вылечит его, нет, никаких шансов нет, что вот именно так. Надо, человек должен работать над собой реально, тогда он может вылечить эти болезни. Алкоголизм, наркомания и так далее. Экзему хорошо лечить камнями и ветками тоже можно лечить экзему. Какие ветки? А это выбор стоит из следующих веток. Ветки березы, ветки ивы, ветки яблони, ветки груши, ветки липы, ветки осины, ветки вербы. То есть вот надо просто протестировать, лучше в центре это сделать. Кожные болезни очень хорошо лечатся ветками. У нас еще есть одна удивительная методика, это лечение молочными продуктами. Если у человека нарушено движение огня и воздуха в организме, то мы делаем следующее. Берем самый простой метод из этой категории такой. Смешивается сушеный навоз, порошок сушеного навоза и топленое сливочное масло. Эта смесь кладется в пакетик целлофановый и представляете, через пакетик просто пакетик привязывается к коже. Спрашивается, как это может воздействовать. Вот так через психический контакт, через тонкое тело, так же, как ветки воздействуют, так же, как камни. Кстати, когда мы травы сушеные прикладываем, мы тоже внутри пакетика прикладываем. Травы не касаются тела сами, целлофан касается. Эффект очень сильный, сразу легче там становится или наоборот перегружает, хуже становится. Все зависит от того, как подходит. То же самое лечение, вот это лечение этой двойной смесью, как мы называем этот сбор, навоз и топленое масло подбирается индивидуально. Вы сами можете себе это подобрать, если у вас достаточно интеллектуальный такой ум, практичный. Можете взять топленое масло, сыпать сушеный навоз и нюхать. Когда запах теплого масла пройдет и запах сбора становится нейтральным, чаще всего получает черная паста такая, вы пол чайной ложки этой пасты, насыпаете в пакетик и вот схему подобрать себе для лечения вы сами, скорее всего, не сможете. Можно экспериментировать также. И в принципе, даже если поставить на все четыре конечности, эти сборы лечат следующим образом. Они дают определенный чистый огонь организму и убирают нечистый огонь и воздух. То есть этот сбор наполняет таким хорошим огнем организм и очень хорошо эффективен лечиться хорошо, когда человек лечится зимой. То есть болезни переохлаждения вот этой молочной смеси очень хорошо лечить. Также они хорошо эффективно восстанавливают гормональные функции. Тонкие расстройства гормональные функции, которые не лечатся как-то по-другому. Поэтому бесплодие, допустим, невозможно лечить без лечения молочными продуктами. Это самое тонкое воздействие на организм нужно оказывать. И молочные продукты, они очень глубоко проникают в ткани. Но это такой термин чисто медицинский, ирогический, вам трудно это понять. Есть ткани, которые легче травами лечить, а есть тяжелее. Надо, чтобы, есть такой термин, что трава не доходит до этой болезни. И вот топленое масло, оно любую траву до любой болезни доводит. Очень глубокое проникновение увеличивает. То есть это как катализатор для лечения. Вот допустим, вы лечитесь травкой, она вам помогает. Но не полностью. Берете, продолжаете пить эту траву, допустим, чай с ней пьете, и ставите на все четыре конечности молочную смесь, быстренько составляет себе, и эта трава начинает действовать пять в десять раз сильнее. Представьте себе, то есть можно реально помочь себе очень быстро. Потому что ее проникновение в организм увеличивается. Прополюс это хорошая вещь. И прополюс, и есть еще на основе вот этих вот смол, есть китайская медицина, очень часто пользуются вот эти шарики, которые вы пьете такие горьковатые. Это на основе смол различных, используемых в китайской, тибетской медицине. Это очень эффективное лечение. Вот эти смолы, они являются такой силой, которая очень сильно увеличивает проникновение и возможность лечить. Поэтому это очень хороший метод. Также прополюс, имумиё, они все увеличивают проникновение в организм. Но надо все индивидуально подбирать. Так как это эффективные средства, они могут как помочь, так и навредить. Поэтому лучше по запаху научиться определять, что тебе подходит, что тебе не подходит для лечения. Теперь давайте ещё немножко остановимся на бизнесе медицинском, чтобы вы знали, что это такое, зачем он нужен, что от него происходит. Следует знать, что в целом существуют благостные лекарства, страстные, невежественные. Сейчас, в последнее время, травная медицина рекламирует благостные лекарства. То есть, это травы, которые очень сильно действуют на организм. Они имеют такой сладковатый вкус обычный и так далее. различные добавки и так далее, приправы, различные составы и смеси. Но следует знать, что так как это бизнес, то эти высокоэффективные лекарства и травы, они с таким же успехом могут как помочь человеку, так ему навредить. Не думайте, что они всегда, если, допустим, вы берёте лекарство, оно лечит желудок, значит, оно желудок может убить или вылечить одно из двух. Потому что всегда трава или помогает, или действует прямо противоположно. Раз она действует на желудок, значит, она на него действует. Но как на ваш желудок будет действовать, непонятно. Она может его убить, может, наоборот, вылечить. И поэтому всё надо индивидуально подбирать, тестировать. У каждого врача, конечно, есть свои способы, но я вам животный способ даю, самый простой. Просто нюхайте, и вы поймёте, вам подходит или нет. Даже почувствуйте по запаху, вылечит вас эта вещь или нет. Если она вас вылечит, вам легче в том месте станет, где болит. Вы просто понюхайте, и вам сразу легче там станет от этой травы. Просто от запаха. Это значит, что она вам подойдёт. Вообще, в целом, человек должен иметь какие-то чаи, чтобы пить. Надо всё по запаху подбирать. Если вам подходит, часто они подходят, не всегда. То есть все эти различные там чаван-праж, допустим, различные популярные сейчас аэролюгический бизнес или другие лекарства популярные. Большинство из них находится в благости. Просто надо понюхать, понимаете. Если вам не подходит, будет хуже только от него. Тёплый, неприятный, противный запах, пыльный, тяжёлый запах означает уже явно не подходит вам. Так чаван-праж может не подходить, он может тёплый запах до кого-то иметь. И не должен человек его употреблять в этом случае. Если запах не нравится, то есть как он не нравится, он свежий, тёплый. Это очень важно, если он холодный и не нравится, резкий. То есть вы отодвиньте банку просто. Если он будет приятным после этого, значит он очень сильный для вас, сильное средство. Надо использовать понемножку и будет помогать. Если запах резкий и холодный, такой резкий и прохладный, вы отодвиньте баночку, может понравиться, попробуйте. Запах не нравится, значит будет не помогать, будет вредить. Реальность такова. Вы можете отодвинуть и посмотреть, если запах лучше станет, значит у вас просто доза большая, как бы очень сильная чувствительность к этому. Такософетида, специя, она никому не нравится, но если отодвинуть, запах становится хорошим. Она очень полезна для здоровья, хотя резкий запах очень близко, если подносить. Вот именно нравится, но если посмотреть, понюхать по характеристикам, нравится, это не является главной характеристикой. Мясо тоже нравится. Запах не нравится, не является главной характеристикой. Есть другие характеристики. Теплый запах, не теплый, теплый, прохладный. Прохладный означает хороший, теплый означает не подходит. Дальше, Есть характеристика свежий, тухлый. Кофе не может тухлым, свежим пахнуть, оно тухлым пахнет. У него тухлый, тухловатый такой запах, просто привыкли к нему. Вот, это реально яд, кофе это яд, это всегда вредит здоровью. У меня было порядка 500 наименований растений, всевозможность, когда я изучал. Я уехал на турбазу на одну и решил травы изучить, а медитацией занимался, изучал их. У меня было 500 наименований, в том числе чай и кофе. У меня было очень много клиентов, которые приезжали ко мне лечиться. Ни разу никому чай и кофе не подошел. Я специально давал нюхать, ни одного от случая. Никаких шансов. Просто я исключил эти лекарства, как нужные для нашего организма. Даже чай зеленый, я не вижу необходимости в этих растениях. Они просто тонус дают, стимулируют для деятельности. Но этот тонус искусственно поднимается, и поэтому проблемы со здоровьем потом могут быть. Запах у всех масел теплый. Но одни из них неприятно пахнут, другие приятно. И если масло сильно подходит, вместе с теплотой вы холод также почувствуете, прохладу. Несмотря на то, что это теплая вещь, она будет холодом пахнуть. Вы вот увидите. Точно так же, допустим, специи. Вы нюхаете, в нос бьет. Но та специя, которая вам подходит, всем в нос будет бить, вам нет. Вы будете нюхать, она будет прохладный запах иметь, просто свежий. Значит, специя сильно подходит. Вот и делайте вывод. И вы будете много ее класть, пища, у вас не будет проблем со здоровьем. Наоборот, лучше пищеварение будет становиться. И она у вас ничего вам плохого не сделает. Запах меняется каждые сутки. То есть, допустим, утром, если сахар вы нюхаете, он будет свежим. А вечером понюхать, он теплый запах будет у меня. Значит, вечером сахар нельзя есть. Я по запаху тестировал человека, у которого не было рецепторов в носу. Мне нечем было нюхать. Он мне говорил, запах свежий или не свежий. Не с помощью рецепторов определяется, как я понял тогда после этого. Я проэкспериментировал, он ничего не может нюхать. Но запах свежий или нет, он сказал. И вон по всем продуктам это говорю. Закапайте в нос что-то, расширьте просто его и протестируйте потом. Следует знать, что такие методы лечения, как намазывание маслом рук и ног или всего тела перед сном или утром перед омовением, это эффективнейший метод сохранения здоровья в организме. Если человек имеет расстройство ваты, то есть у него боли где-то в организме возникают, или тяжесть в теле, что-то нехорошо, то есть постоянно то там заболит, то здесь, беспокойный ум, это значит, что ему надо это делать, натираться маслом. Масло тоже индивидуально подбирается по запаху. Можно какое угодно, но надо всё подбирать индивидуально, это очень важно знать. И когда человек это делает, и он ложится спать, то есть надо натираться очень тонким слоем, чтобы постель не марать и так далее, то есть очень-очень тонко, буквально пол чайной ложки достаточно всё тело, очень мало. И человек ложится спать, постепенно, через неделю, через неделю у него появляется совсем другая жизнь, тело становится мягким, подвижным, у него улучшается пищеварение, аппетит, боли в суставах проходят острые, проходят боли в позвоночнике, головные боли могут смягчиться и так далее. Это то, что нужно делать как профилактику, это то, что нам улучшает, увеличивается продолжительность жизни. Точно так же каждый человек должен каждый день сделать хотя бы один раз задержку дыхания на вдохе и на выдохе до максимума. Это просто увеличивает продолжительность жизни, если это делать. Конечно, лучше просто дыхательные упражнения делать и правильно их делать, но хотя бы такую вещь простую каждый может себе позволить. То, что я сейчас сказал. Дальше каждый человек должен подобрать, какие специи ему подходят. Есть специи, которые подходят по сезону, а есть специи, которые подходят по природе человеку. В любой сезон они ему полезны. И вот эти специи, которые особенно подходят по природе, надо использовать, как определить. Несколько сезонов понюхайте все специи, и какие-то специи останутся с вами, а какие-то будут приходить и уходить. Которые останутся с вами, надо всю жизнь постоянно добавлять. Это значит, они по вашей природе, по конституции, по характеру вам подходят. Они, значит, будут вам сильно помогать в жизни. Понятно, да? Такой простой совет. Чем больше специи вы используете в пищу, тем больше будет здоровья. Это без всякого сомнения. Чем больше вы продуктов готовите на сливочном масле и на топлёном сливочном, тем больше будет здоровья. Если вы что-то делаете, там готовите, лучше на сливочном топлёном масле. Если нет, то индивидуально подберите себе масло. Не всем подсолнечное подходит, кому-то кукурузное, цена одна и та же, кому-то оливковое подходит, чуть подороже. Но на нём готовить нельзя уже. Лучше на нём не готовить. Оно быстро разлагается. Это тоже лечение, потому что когда человек правильно питается, он быстро выздоравливает. Очень эффективный метод. Эппликаторы – это хороший метод лечения. Хороший метод лечения. Но лучше всего не пользуйтесь эппликаторами на конкретном месте. Лучше всего сразу ложитесь на всю спину, допустим, и лежите. Чем больше площадь захвата, тем меньше риска использования эппликатора. Потому что если вы без нужной консультации ложитесь на эппликаторы неправильно, то могут быть большие проблемы со здоровьем. Очень большие. Я видел реально, как люди страдают от этого. Поэтому чем больше захват площади на всю спину, то уже меньше риска, что что-то пострадает. Организм сам распределяет энергию. Надо перетерпеть боль, сразу вставать нельзя, иначе будет хуже. Точно так же, как при хатха-йоге, такой же принцип надо. Если болит, надо дождаться, пока не будет болеть. Закаливание – это эффективный метод лечения, но не для всех. Если человек чувствует жар в теле постоянный, ему как бы тяжело жить, постоянно жарко, чрезмерный аппетит лучше всего, закаливание для него хороший метод. Если человек постоянно мерзнет, ему тяжело жить, кости ломит. Есть опасность, что он переохладится с помощью закаливания. Поэтому не всегда его можно использовать. Надо еще подумать. Если маленький дедбенок мерзнет, можно попробовать его позакалить. Если он меньше будет замерзать, болеть, значит, его надо будет закаливать дальше. Детей можно закаливать, но взрослыми надо быть осторожнее. Я закаливался достаточно долго в своей жизни, порядка 15 лет, купался в проруби. Знаю, что это такое, хорошо. И уверен, что этот метод опасен. Также я вам не советую чаще, чем раз в месяц посещать баню. Серьезно. Этот метод тоже очень опасен. Он снижает активность от надпочечников. И человек, который увлекается чрезмерно банями, может иметь риск, особенно в вашем климате, заработать суставы больные, позвоночник больной и нарушение сосудистой регуляции организма. Вот что может дать баня, особенно электрическая. Поэтому надо быть очень осторожным. Иногда можно попариться, но очень редко. Раз в два месяца нормально, но не больше. Разницы большой нет. Сухая может раздражать дыхательные пути и сделать хронический бронхит. А мокрая баня может перегреть человека. Там реально как бы проблемы могут быть с тем, что он потом неправильно выйдет. Всегда после бани, если вы парились, заканчивать надо прохладной водой в любом случае, иначе вы заболеете. В любом случае надо заканчивать прохладную воду после бани. И начинать с прохладной воды надо тоже, когда в баню приходят. Это очень важно знать. Если вы под душем стоите, надо делать это с головой лучше всего. Если у вас волосы боитесь намочить, надо шапочку надевать, но все равно с головой стоять. Вот это простые такие вещи. Теперь вы можете спрашивать о других методиках лечения, лечения, но я сразу говорю, со многими я не знаком из них. И также можете спрашивать о том, что вы хотите вылечить, и мы поговорим об этих болезнях. Лишай лечится полынью, корень корнями полыни. Псориаз мы лечим практически у всех. Ну да, почти всем помогает. Если, допустим, вы скажете, что у меня повышается давление, и у меня атеростероз, я вам могу сказать, что почти всем подойдет. Или корень тополя, или корень осины, или корень липы. Одно из трех. И почти всем становится лучше, лучше, лучше постепенно. А, допустим, есть болезни, которые надо индивидуально очень подбирать. Давление так вот просто, допустим, лечить проще. Левая рука, левая нога надо носить эти корни. И даже с атеростерозом рассосется, если это давление связано с атеростерозом. Но при этом мясо, рыбу, яйца нельзя есть. А это от сибореи уже не вылечишь так просто. Нужно уже индивидуально что-то делать. Дальше какие вопросы? Остреопороз мы лечим у всех практически. Его лечить несложно. Да, просто камни ставишь и все. У нас было много случаев, когда недоразвитость сустава у детей была. Но не было ни одного случая, чтобы мы не помогли. Потому что как раз это и есть та болезнь, которую камнями надо лечить. Она реально все восстанавливается в организме, если камни правильно подобраны. возбудимость сильная. Левая рука, левая нога, липы. Липа, ветки лип. Увидите, как возбудимость меньше станет. Это очень просто. Но если не подойдет, вы подойдите к нам, может быть, другой дерево какой-то. Но чаще всего липы подходит. Рассеянный склероз у нас есть один случай два года. Здесь вот я просто про Ригу говорю. Два года уже нет приступов. Человеку лучше, лучше становится. Второй случай. Человеку поставили камни, ему лучше стало. Вот сейчас посмотрим. Уже две недели, хорошо говорит. Посмотрим, что дальше будет. То есть сразу легче человеку становится, движение улучшается. Но потом все медленно восстанавливается, потому что нервная ткань должна прорастать. Воспаление легких бывает разным. Если это как бы первая стадия воспаления, лучше человека в больницу отправить. А потом, если это хронический процесс уже, то лечить это не так сложно. Кожное заболевание связано тоже с планетами. Это тоже непреодолимая карма такая. Планеты действуют и все. Плохо планеты встали у моего одного близкого человека. Плохо планеты встали и раз кожа сразу заболела. Плохой период начался, а в этот же день сразу кожа хуже стала. Пришлось лечение принимать. Экзема, допустим, может возникнуть. Или нервный дермит. Это болезни, которые лечатся индивидуально. Они не лечатся с помощью каких-то таблеток. Надо что-то камни носить, ветки носить, что-то надо носить, чтобы нейтрализовать. Или так, или другой какой-то тяжелый период. Может быть, может быть много всяких моментов с планетами связано. И кожной болезни также климатом можно вылечить, потому что каждый город, каждое место связано с какими-то своими планетами. И место может нейтрализовать болезнь. Но это не всегда применимо в жизни. Чаванпраш – это что такое? Это варенье хорошее, которое очень полезно для здоровья. Человек каждое утро ест, ему тонус поднимается, у него организм лучше действительно работает, 100%. Но чтобы вылечить серьезную болезнь чаванпраша… Вы смешные люди. Косточки на ногах. Да, кстати, чуть забыл о фосфатных камнях. Практически всегда рассасываются, если привязывать на все 4 конечности или на правую руку, правую ногу. Аир, корень аира. Если это фосфатные камни, практически у всех рассасываются. Это просто вот так лечится даже. Если вы хотите проверить, фосфатные камни у вас или нет, попривязывайте 3 недели. Если не рассосется, значит не фосфатные. Не обязательно все свежее ставить, можно сушеное, просто эффект немножко слабее будет. Косточки на ногах. Это лечится тоже корнями. Чего надо индивидуально смотреть, какое дерево вам подходит, то и вылечит. Воспаление седалищного нерва. Ну это оно разное бывает. Бывает это связанное с позвоночником. Бывает просто сам нерв воспалился. В целом я не могу ничего сказать вам. Надо ветками лечить однозначно. Чего, не знаю. Тяжелейшее заболевание позвоночника у нас несколько раз подошло. Ветки туи. Левую руку, левую ногу ставишь или ветки липы. Человеку легче становится сразу. Буквально сразу позвоночник отпускает. Даже если бы там несколько лет боли были. Именно в вашем городе так был такой эффект. Я не лечу зрение, к сожалению. У меня, наверное, здесь какой-то клин стоит. Я могу спазм зрительный, мы снять и снимаем очень легко. Просто ветки липы ставить на все четыре конечности. Если там есть спазм, он снимается. Также семя льна делает, снимает спазм. Семя льна также лечит повышенную функцию щитовидной железы. Убирает. И просто на все четыре конечности ставить. И нормально щитовидная железа начинает работать. Такое тоже может быть. Можно легко все вылечивать. Но лучше всего индивидуально все делать. Если опухоль предстательной железы, чаще всего человек курит, значит. Опухоль желудка, предстательной железы, прямой кишки. Часто от курения. Можно ли на вены класть глину? Вот, кстати, вены глиной могут вылечиться. Вот вены, если есть специальные методики, белая глина там. Вот вены, то есть мышечные болезни, грыжи, вены, они могут вылечиться с помощью глины. Это реально, да. Но это не значит, что глина все... Вот теперь послушайте меня внимательно. Дорогие мои, сейчас большой секрет открою. Если вам что-то рекламируют, говорят, все лечит. Все. Всем подходит одно и то же, все лечит одно и то же. Это значит, что вас дурит. Потому что так не бывает. Не может глина все лечить. У нее есть свой спектр лечения определенный. Это ее как бы вотчина. Также, допустим, различные другие методики. Они что-то могут лечить, что-то нет. И как бы надо знать, что конкретно. Вот, допустим, рак лучше все корнями лечить. Это я точно знаю, потому что я все методы испробовал и вижу, что результат прям потрясающий. То есть опухоль буквально на глазах так и тает. Очень интересно смотреть. Вены, вот когда вены вылезли сильно, я видел результаты такие, что они чуть-чуть как бы уменьшаются. Но сказать, чтобы они прямо исчезли, и нога такая хорошенькая стала. Это, скорее всего, нужно длительно что-то делать. Или массаж длительный. Или длительно травы носить. У нас есть методики, которые дают это возможность. Но реально я не могу вам ничего сказать хорошего. То есть я не могу сказать, что я точно видел много результатов. Какие-то из казуистических случаев есть. Корень конского щавеля. Дальше овес. Кстати, про ввес мы еще не говорили. Я вам кое-что расскажу сейчас про овес. Корень конского щавеля, овес и рожь. Вот это три растения, которые, вот эти рожь, семена. Они напрягают мышцы вен. И таким образом вены уменьшаются в размерах и уходят назад. Но не могу сказать вам сто процентов, что вам это поможет. Это трудно сказать. Что касается овса. Если у вас пожилой возраст, у вас есть нарушение кровообращения. У вас болит сердце, поджелудочная железа, почки. И чуть-чуть повышенное давление. То практически во всех случаях, если вы привязываете овес на все четыре колеса, то это, скорее всего, вам подойдет. Вам станет легче. Очень эффективный метод, просто легче себе сделать. То есть не значит, что все вылечится, но, допустим, некроз поджелудочной железы, я точно знаю, что овес лечит. И одного человека спас фактически от смерти. Просто начинался сахарный диабет, некроз поджелудочной железы, поставил овес на все четыре конечности. Человек питался одним овсом две недели и носил этот овес. И он вылечился полностью и от диабета, и от некроза, от всего. То есть все восстановилось нормально. Овес также лечит, улучшает сердечно-мозговое кровообращение очень хорошо. Просто повязки. Сильный метод очень. Что касается рака, не думайте, что его легко лечить. Я похвастался, как бы на самом деле лечить очень тяжело, но реально видно, что лечится корнями. То есть можно это, можно вылечить. То есть чаще всего ничем нельзя ли вылечить, но корнями вот этими, которые я перечислил, можно реально вылечить. Это реальность, потому что виден результат. Это работает. Я не могу сказать это про лейкоз. Лейкоз, скорее всего, можно лечить только камнями. Надо уравновешивать схему, потому что, как мне кажется, это не тот рак, который связан лейкоз. Это, скорее всего, сильное нарушение баланса между теджесом и отжесом. Отжеса становится очень много, теджеса мало. И как бы мы просто поставили камни без всяких корней, без всего, и тут вылечился лейкоз. Это подтверждает этот признак. Потому что в противном случае просто камни рак не лечат. Коралл может в какой-то степени сдерживать рост опухоли, но реально камни рак не лечат. У нас есть такие камни. Мы нашли такие камни, это определенный вид серпентинитов, которые как-то останавливают рост и иногда рассасывают опухоль. Но это не является 100% как бы для всех случаев жизни, как вот я с корнями сказал. Поэтому камнями, пожалуй, рак я бы не рискнул лечить. Вот именно как бы давать гарантию в этом случае. В каком случае привязать ветки или корни только на руку, правую или левую? Дорогие мои, надо схему подбирать. И не просто привязать на руку или ногу, а каждые 6 часов надо менять. То есть если правая рука, допустим, одна схема, то дальше. То есть когда солнце проходит, зенит, горизонт и так далее, надо менять на другую, на правую ногу и так далее. Лучше в центр вам сходить, вам все объяснят. Вы точно не ошибетесь. Мы говорим об экстренных случаях. Допустим, если у вас нарушение мозгового кровообращения возникло, экстренная медицина, берете просто чернослив сушеный и ставите на все 4 конечности. Где-то 50% случаев, что кровообращение восстанавливается полностью, человек чувствует, ему легче стало. Приступ вот этот вот уходит. Понимаете? Ко мне бабушку разок принесли. У нее просто начинался из-за ишемии мозга, у нее реально начиналась парализация. То есть она просто вот на глазах у нее все немело. Мы просто поставили на все 4 конечности чернослив. И так как у нее это было просто нехваток кровообращения в мозгу, там нереальных изменений не было. Не было кровоизлияния, ничего такого не было. У нее через 5 минут все восстановилось. Она такая прыгала, счастливая бабушка 80 лет. Такая счастливая была. Прыгала и в ней все прошло. Я ей предупредил, что такое в любой момент может опять начаться. Что она не навечно вылечилась. Но вот факт, остается фактом, что чернослив может так подействовать. Но вы должны быть уверены, что это ишемия мозга, а не кровоизлияние. Потому что если будет кровоизлияние, все расслабится и кровь пойдет дальше. Я не занимаюсь чистками организма. Потому что я считаю, что можно организм вылечить и без этого. Но я не говорю, что это плохие методики. Это хорошие методы, они нужны. Часто нужны. Шум в ушах. Сразу говорю, что в большинстве случаев мы не лечим шум в ушах. Если это атеросклеротическая бряшка, и она рассасывается, тогда шум проходит. Но чаще всего это какая-то серьезная патология, которая уже не лечится. Я не могу похвастаться, что я много вылечил людей с шумом в ушах. Часто, если это, допустим, нехватка кровообращения, шум меняется очень сильно. Может вообще зам пройти. Такой шум можно вылечить, если он стабильный, постоянный, не меняется никогда. Когда все время одинаково, значит, я никаких шансов не считаю, что это я не смогу помочь. Ревматоидный полиартрит. Это все лечится. С помощью камней, трав это лечится. Ревматоид. Но, правда, это серьезно надо лечить. Это не то, что там за одну секунду. Но реально помогает. Это можно вылечить. Парадонтоз реально можно лечить с помощью камней. Чаще всего он возникает из-за слабости солнца. И поэтому, если правильно подобрать камни, связанные с солнцем, то он сразу, зубы перестают разрушаться. То есть и десна восстанавливаются, и маль зубов. Все восстанавливается. Клещевой энцефалит. Если уже клещ укусил, естественно, что человек должен находиться в больнице, в инфекционном отделении. Но абсолютно я убежден, что или ветки сосны, иголки сосны с иголками, или корни полыни должны вылечить, убить этого клеща. Также могу вам сказать, что у меня нет никаких сомнений по поводу спида. Он тоже лечится камнями, змеевиками. Просто у меня не было слишком большой практики, чтобы... У меня было несколько человек, я ставил и видел результат. Им становилось легче постепенно. Анамны задлительного у меня тоже нет. Я не могу вам сказать, что я вылечил, потому что я езжу. Но реально я вижу, как человеку становится лучше, как вирус погибает по всем признакам и так далее. То есть это реально лечится. Лазерная коррекция зрения. Любое хирургическое вмешательство – это крайний случай. Если вам обязательно нужно исправить свое зрение, знайте, что если вы как бы делаете операцию на глаза, то это как бы медаль с двумя сторонами. То есть с одной стороны может быть улучшится на всю жизнь зрение, с другой стороны оно может улучшиться, потом сильно испортится. И с третьей стороны оно сразу после операции через некоторое время сильно испортится. То есть выбирайте. Если вам хочется рисковать, рискуйте. Я лично не хочу рисковать. Я никогда не соглашусь на это. Если у меня есть очки, я вижу в очках нормально, я буду жить в очках лучше. Это очень опасно. Я видел много людей с проблемами именно после этой операции. Поймите, если вы не бросите мясо, рыбу, яйца и курение, никаких шансов вылечить. Память – это функция разума. Человек может немножко улучшить память с помощью специальных, допустим, есть брами, такая трава, она улучшает память. Можно есть травы, которые максимализируют, возможно, есть, допустим, рудракша, такой плод. И если его ставить, допустим, правильно, вот на эти зоны, вот здесь носить, или справа, или слева кому-то, надо подбирать индивидуально, то она может реально вылечить память, улучшаться память, сильно улучшается память. Или брами, или, допустим, дыхательным упражнением человек может улучшить память. Можно улучшить память с помощью катха-йоги. Но если у человека луна в плохом положении стоит, хоть его убей, но память не улучшится, она дойдет до определенного уровня, и дальше все, капут. Вот у меня в самом плохом положении луна стоит в этом плане. Это у меня память очень плохая. Если я там забыл вас, вы на меня не обижаетесь. Да? Герпес лечится с помощью камней. Камень поставили, правильно подобрали, герпеса не будет просто, носить надо камень и все. Надо серьезно лечиться. Если серьезная болезнь, надо лечиться серьезно. Просто, поймите, есть, допустим, наследственные заболевания, да? Они могут быть наследственными, могут быть ненаследственными. Мы не знаем. То есть человек, ребенок с детства болен. Иногда ставишь камни, и эта болезнь полностью проходит. А иногда ставишь никакого результата. То есть есть болезнь, наследственные заболевания, пищеварение, еще чего-то. Надо тоже проверять, является ли это неизлечимой болезнью. как говорится врачами, потому что в каких-то случаях это бывает излечимая болезнь, а в каких-то нет. Надо смотреть индивидуально всегда по человеку. Ни одно лечение не отрабатывает карму, вообще ни одно. Я вам сейчас объясню, как лечение действует вообще. Зачем лечение нужно? Веды говорят, лечение нужно для того, чтобы помочь человеку прогрессировать в жизни. В этом заключается смысл лечения. И лечить можно тех людей только, которые хотят прогрессировать, изменяться к лучшему. В противном случае, когда человека лечишь, ему становится по судьбе хуже. Дальше он будет болеть еще больше. Почему? Потому что он свои вредные привычки, черты характера не хочет преодолевать. Он хочет купить здоровье и дальше жить как хочет. Но результат получается прямо противоположный. Здоровье в этом случае он не покупает, он сам себя обманывает. Это можно сравнить с тем, что человек поднимает штангу, я вам пример приводил, и он надорвал себе поясницу. Если этот человек будет эффективно лечиться, то он вылечит себе поясницу. Но сама склонность, идея поднимать штангу и надрывать поясницу от жадности к весу, к славе, она остается, поэтому человек надорвет на следующем весе уже поясницу. Ему уже не вылечишь ее. Все, на этом закончено лечение. Это лекарство не будет действовать. Поэтому человек, когда мы принимаем лекарства, карма плохая, отодвигается. Но если человек живет праведно, то она потом, отодвигаясь, еще и сгорает. И таким образом она полностью уничтожается. Поэтому лечение является благом. Веды говорят, лечение – это благо, но только в том случае, если человек хочет себе благо. А если он не хочет работать над собой, лечение для него является злом. Согласно ведическому знанию, если врач лечит тех, кто потакает своим недостатком, и не хотят жить правильно, он отправляется на низшие планеты, такой врач, за то, что он лечит недостойных. Должен выбирать, кого лечить, кого нет. Я лечу только тех, кто слушает мои лекции. Это не значит, что все будут выполнять все. По крайней мере, у меня программа «Дайте людям шанс». То есть я как бы, я даю шанс. Человек слушает, знает, как надо. Теперь, пожалуйста, вот я тебе даю лекарства, тебе бы лучше стало. Дальше смотри. Если не хочешь жить, как надо, посмотри, что получится. Доктор становится плохим потом. Почему-то означает, что не хочешь жить, как надо, значит, не будет помогать. Вот эти вот вопросы по поводу рецидив маниакального депрессивного психоза и так далее. Понимите, что это тяжелейшее заболевание с очень тяжелой кармой. Его надо лечить в очень специальном месте отведенном. То есть надо, даже если есть методики на это, надо все индивидуально подбирать. Человеку смотреть, как это действует. Это лечить очень тяжело. Какие могут быть советы? Я могу вам посоветовать ветки липы привязать на левую руку, левую ногу. В какой-то степени это облегчит жизнь. Но чтобы говорить, чтобы лечить шизофрению, эпилепсию, маниакальный депрессивный психоз, раз плюнуть, я так не могу сказать. Потому что это неизлечимые заболевания. Они даются, как тяжелая карма. Да? Мастопатия и фибромиома в основном лечатся корнями тополей. Большинство людей. Корень ту и корень тополя. Правая рука, правая нога. И если вам подходит по запаху, даже вы сами, если чувствуете, вам нормально, не перегружает, вы можете носить и вылечить, рассосется миома или мастопатия. Если вы при этом рассосете себе мастопатию, будете делать аборт и продолжать, то потом у вас будет рак, и корни вас не спасут. Почему? Потому что рак означает тоже непреодолимая карма. Если человек не хочет жить как надо, опухоль будет питаться этой силой греховной и расти. И тут уже корешки ничего не поможет. Поможет только гильотина. Самый простой метод лечения. Кисты тоже лечатся. Иногда кисты большими становятся, водой наполняются. Там и жидкостью какой-то. Тогда надо оперировать, опасно лечить. Может быть она вскрыться, рассосется, наполовину вскроется. Очень сильно влияют и очень по-разному. Допустим, если вы носите на безымянном пальце золотое кольцо, и у вас очень слабое солнце, очень слабое плохого качества, то это всегда будет портить вам зубы. Я знаю двух людей, по крайней мере, в своей жизни, который один из них золотое кольцо себе поставил на свадьбу. И через два года выпали все зубы у него полностью. Просто из-за этого кольца. И у него потом сильно болели десны еще. Он ко мне обратился, у него просто кольцо это снял. И у него десны перестали болеть. Он потом меня спросил, что и зубы бы не выпадали, если пья не носил. Мне его жалко стало как бы. Но я ему все равно сказал, что это так и есть. Второй случай был такой. Человек одел золотое кольцо, через две недели все зубы начали шататься резко после свадьбы. Я ему снял золотое кольцо, и зубы перестали шататься. То есть уже сразу реакция была молниеносная, я уже понял. Здесь у вас в Риге по крайней мере 6 или 7 человек, я видел которых сильно золотое кольцо перегружает. То есть они носят, мучаются, как космонавты ходят, но все равно носят. То есть оно перегревает. Правой руке это безымянный палец, это палец, который нагревает организм. Если человек одевает золото на правую руку, то он будет греться сильно, ему жарко станет. Если он на левую наденет золотое кольцо, то по крайней мере он не остынет. То есть он может быть не перегреется, но уж точно не переохладится. Понимаете? То есть на левой как бы, а на правой перегревает. И поэтому, если здравый смысл брать, здравый смысл, то в жарких странах действует прямо наоборот. Там на правой руке кольцо охлаждает в жарких странах, а на левой оно может сделать плохо человеку, когда сильное солнце. И смотрите, как интересно. В южных странах кольцо, когда женится, носят золотое на правой руке. А на западе, в холодных странах, носят на левой руке. И это является традиционным ношением такое. Поэтому вы должны выбрать, мне кажется, западный стиль ношения на левой руке. Это более безопасно золото там носить. Это я вижу по опыту. Что касается железа, это вообще металл очень опасный. Он может сильно перегружать, он охлаждает. Люди, которые носят железные часы, все они смертники. На левой руке, когда они носят, это место, где охлаждение тоже происходит. У них, кстати, ослабляется память от этого. И у них склонность к заболеванию позвоночника и сердца очень сильно возрастает. Вот эти железные часы. Золото, как браслеты, менее опасно. И серебро тоже. Серебро тоже охлаждает, но не так, как золото. Оно не как железо. Оно охлаждает мягко, будем так говорить. Оно увеличивает синтез веществ в организме. Если вы хотите похудеть и серебро носите, я не уверен, что вы похудеете. То есть синтез увеличивается. Особенно надо, если человек оставляет. А золото, наоборот, ведет к увеличению обмена веществ в организме. Медь, она как бы более едкий металл. То есть это менее благостный огонь дает организму, медь. И иногда может дошу-питу вызвать. Нарушение, расстройство доши-питы. Также и ртутник. Некоторые носят кольца с ртутью для нейтрализации плохих планет. Тоже она может перегреть человека. Ртуть – очень горячий металл. Бывает такое, что опухоль холодную природу имеет. То есть она не живет. Просто существует в каком-то органе какой-то, допустим, очаг, и он холодную природу имеет. Мой опыт показывает, что эту опухоль вылечить невозможно, потому что организм ее не видит. Ему нечего лечить, он не чувствует необходимости. Она не нужна просто, она не мешает и все. Если эта опухоль не растет, никак не проявляет себя, то организм может не лечить ее. Бани плохие. Дело в том, что когда человек нагревается в бане и охлаждается очень часто, то происходит расстройство, у него нарушение движения праны в организме происходит. То есть прана начинает двигаться очень быстро, психическая энергия. И это приводит к тому, что у него перегружаются суставы, позвоночник. И вот явный признак того, что вам баня не подходит, если вы после бани утром просыпаетесь на следующее утро и вас скрючивает вот так вот, это значит, что вам баня не подходит. Вам тяжелее стала скованность по возвоночнику, суставов увеличилась, значит, вам не надо ходить в баню. Очень опасно для вас ходить в баню. Если наоборот вам хорошо, после утром проснулись у вас хорошо, все мягко, так расслаблено, значит, она вам подходит. Но не надо увлекаться, если она подходит раз в месяц максимум. Ванна тоже опасная вещь, горячая ванна это опасная вещь очень. Можно сосудистые расстройства получить постепенно. Особенно человек без головы, если лежит в ванне. Надо мочить голову всегда, если он ноги как бы в ванне, голова наружи. Опасно очень. Можно сильное расстройство движения праны в организме. Здесь люди умирают от кровоизлияния в мозг, от таких ванн. Погрелся и привет. Пиявки. Это хорошее лечение для тех, у кого очень много крови, питы, огня в организме. Как облегчение состояния, когда человеку очень плохо, допустим, он не знает, что ему делать. Но это как быстрый такой метод. Пиявочки поставил, лишнюю кровь. Они сосут именно, что хорошо, они сосут грязную кровь. Не чистую, а грязную. То есть, которая токсинами наполнена. И отсосали кровь, сразу легче стало. Быстрый метод. Но это не значит, что надо постоянно пиявками лечиться. Это неправильно. Это невежественная медицина. Они же паразиты, ты им даешь как бы жизнь. Коронки лучше всего, конечно, делать из золота. Конечно, золота там должно быть как можно больше. В крайнем случае, это должен быть пластик какой-то. Но если это железо, если это какие-то другие металлы, серебро, еще куда не шло. Если это керамика, тоже не ручаюсь. Но лучше не железо. Самое ужасное – это железо. Железные зубы – это очень сильное переохлаждение по этим меридианам, которые с зубами связаны. Зубы все связаны с огнем. То есть они связаны с пищеварением, все зубы. И они связаны как бы с энер... И от них исходит энергия, как бы соединяющая организм именно по этому поводу, по поводу пищеварения. Какой-то зуб вываливается, значит, какой-то спектр ослаблен переваривания пищи у человека. Если человек туда железо вставляет вместо зуба, то представьте, что происходит. Еще болейшее ослабление наступает. Железо же охлаждает. Поэтому вот проблемы могут быть со здоровьем серьезные. Понимаете, чем отличается лечение камнями от лечения, допустим, травами? Траву сначала выпил, потом плохо стало. Когда стало плохо, уже поздно, она уже всосалась. Камни сначала действуют на психику, потом на организм. То есть сначала человеку хуже становится, но у него реально ничего не пострадало еще. Ему как бы плохо становится, он снимает, все восстанавливается через час и все. Поэтому камни, они сами о себе говорят, если ты их носишь, хуже становится. Ты почувствуешь ухудшение, сразу надо валить на камни. Если ты в камнях, лечишься камнями, хуже стало сначала, надо валить на камни, потому что они сильнее всего действуют. Надо их снять, переставить, а потом можно валить на все остальное. Бывает так, что сильно меняется давление, особенно в вашем городе. Даже камни, если помогают, в какой-то день может замкнуть. Надо перетерпеть, следующий день будет хорошо. Ветки так тоже могут помогать, в какой-то день все равно замкнет. Бывает так, да? Дело в том, что когда ветки стоят, организм расслабляется, начинает лечиться. Он всю энергию в лечение пускает. И когда человек резко их снимает, хотя бы там недельку, дней 5, 4-5 дней не поносит, то ему становится хуже сразу. Почему? Потому что вся энергия-то пошла в лечение, а самочувствие ухудшается. Это не значит, что болезнь как бы хуже станет. Понимаете? Просто энергия не туда идет. И буквально через час состояние восстанавливается. Человек опять чувствует себя, как раньше. Но если он доносит, недельку поносит, допустим, у него пролечится, цикл внутренний пролетит, ходит лечение. И ветки даже забудешь одеть, и ничего не будет. Нет. У всех по-разному. Ну, бывает за день лучше человеку становится. Бывает несколько дней нужно. Бывает больше. Все зависит от глубины поражения организма. Да, нужно смотреть по самочувствию. Еще какие вопросы? В целом, лучше всего контактируйте с центром, если вы лечитесь этим методиками, спрашивайте у них, они все вам расскажут. Если совсем трудно будет, я по интернету могу по фотографии все понять. Мне по фотографии не посылайте. Я уже рассказал, что овес лечит многие заболевания, лечит почки, кровообращение улучшает, сердце кровообращение улучшает, восстанавливает ритм сердца, снижает повышенное давление, пониженное повышает, улучшает кровообращение поджелудочной железе, нормализует кислотность. Мышцы грыжи лечат, то есть мышцы восстанавливают, мышцы и гладкие, и перечные полосатые. Сердечную мышцу восстанавливают. И все это в основном подходит пожилым людям. Просто на 4 конечности повязки сделайте и носите. Можно индивидуально подбирать сборы из 9 трав на 9 планет, но это все индивидуально. А я вам общие рекомендации сейчас какие-то дал. Берете просто пакетик салфановый, насыпаете туда овес, и сверху кладете, то есть вот здесь вот. Место ношения это ногтевая поверхность запястья и лодыжек. То есть спереди на ногах, с тыльной поверхности, где волосы растут на руках, туда это все надевают. И носите пакетик этот день, потом меняете, чайную ложку опять насыпаете назад новый овес. Он не будет действовать. Кстати сказать, посмотрите, увидите, что есть жизнь в нем. Как определить? Вы его одели, он поносили день, на следующий день уже тю-тю. Эффективность действия нет. Но вы одели, он же в пакетике, вон кожа не касается. В принципе, что с ним может быть? А он теряет силу, не может уже так действовать. Если, допустим, вы специями лечитесь, вот так поставите, они, допустим, 2-3 дня вас полечат, потом силы нет. Вы их попробуйте, у них нет вкуса. Они израсходовали свою энергию просто. Есть такой феномен, что человек в камнях спит. Я почему говорю побольше, чтобы в камнях спали? Потому что если он в 6 часов где-то, надо камни переворачивать. Если человек не перевернул их в это время, ему сразу спать невозможно, он не может заснуть. А сообразить, что камни надо перельнуть, ему не хватает мозгов. Ему вставать приходится. Это очень полезно вставать рано. Опухоли у детей, поведение. Вы знаете, это надо всё индивидуально смотреть. Это опухоли у детей, это серьёзно. Это не поддаётся общим каким-то. Ещё хочу сказать такую вещь. У нас в сознании сидит очень сильно вот эта вот общая какая-то идея. Нам общих рекомендаций хочется. Но поймите, что это глупость. Глупость. Медицина абсолютно индивидуальная наука. Каждому надо всё индивидуально подбирать. Если вам врач даёт таблетку, говорит, вот эту от живота половину, а тут головы смотри, не перепутай. Говорит, три раза в день. Это значит, что он не понимает, что такое организм. Есть риск, что он навредит. Всё должно быть индивидуально подобрано человеку. Всегда. В этом заключается лечение. Это и есть медицина настоящая. Если вы лечитесь не индивидуально, всем одно и то же. Есть риск, что это, возможно, навредит. Все абсолютно разные. Одному одно подходит, другое не подходит. Я вам дал много общих рекомендаций, но они тоже кому-то могут не подойти. Кому-то подойдут, кому-то нет. Поймите, что когда человек ест мясо, то он не может вылечить опухоль не потому, что там последствия какие-то возникают, а потому что опухоль подключается как антенна, подключается к определённым слоям энергии, которые от неё невозможно выйти. Не просто опухоль, пока мясо лежит в организме, она растёт неимоверно, то есть она чувствует себя очень хорошо. Как только мяса нет, есть другая пища, ей сразу рога пообламывают немножко, потому что у ней нет подпитки, она нет отрицательной энергии, которой она должна питаться. Вот почему её надо исключить. Точно так же никотин. Тоже когда человек покурит, точно опухоль сильно расти начинает. Потому что дым — это тоже как бы невежественная энергия. Я не могу связать чисто онкологию, лечение опухоли с алкоголем. Я знаю только одно, что лекарства хуже действуют. Когда человек выпивает, все лекарства на него перестают действовать. То есть любой, даже на психическом уровне от лечения ветками, вот по алкоголику привяжите ветки, ему что есть эти ветки, что нет. Хоть там дерево ему привяжите, ему всё равно. Вот он не подействует, не почувствует ничего. Человек в пьяном виде. Когда он отрезветь начнёт, тогда на него это всё подействует. Поэтому и нет смысла лечиться, потому что не будет действовать. То есть лекарство само теряет силу. Но организм, как бы алкоголь, что делает? Он лишает разума человека. Человек не может исправиться, работать над своим характером. Реально алкоголь не всегда приводит к болезням. Не всегда. То есть иногда человек выпивает, у него болезни реально нет в организме. Но мозгов тоже нет. Он не может жить правильно. У него может быть память хорошая, там всё что угодно. Но изменить свой характер, себя в жизни он не может. Разум теряет силу из-за спиртного. Или из-за наркотики и спиртного. Это две вещи, которые лишают человека разума. Силы разума. В этом их проблема. А не в том, что они там могут здоровье испортить. Здоровье может быть хорошим. Есть невежественное лечение. Оно иногда тоже помогает. Например, там в тибетской медицине очень много невежественных методик лечения. Там надо... Китаец один лазил, короче, по кладбищу, трупов разрывал. Ему надо было лечиться. Ему врач сказал, что надо лечиться мясом, мышц, там, человека, там, чего-то такого. И там лечить тяжёлую болезнь какую-то. То есть в тибетской медицине есть такое, там, кости толчёные надо там смешать с чем-то. Или сушёных муравьёв там. То есть я почитал много разных методик. Это невежественное лечение. Оно лечит тело, но разум от этого страдает. Поэтому эти методики используются в крайнем случае, когда уже больше нечего делать. То же самое уринотерапия. Это невежественное лечение, потому что то, что выходит из нижних центров, не должно касаться высших центров, веды говорят. Но человек как бы пьёт мочу, он оскверняет свой разум таким образом. Но при этом он может вылечить организм. Поэтому веды говорят, если ты неизлечимо болен, ничего не помогает, можешь поголодать и попить свою мочу, попробовать. Может, тебе это поможет. Такое бывает иногда. Но при этом не нужно думать, что это самое лучшее лечение. Это очень важно знать. Да, вот, кстати, если, допустим, опухоль с метастазами. Если человек худеть начал, активно худеет, вылечить практически невозможно. Если человек ещё не начал худеть, можно вылечить. Вот такой симптом работает очень чётко. Поэтому не спрашивайте меня про онкологию. Если человек ещё не худеет, значит, можно вылечить. Если худеет, никаких гарантий нет. Бриллиант золоти на безымянном пальце левой руки. Как действует? Смотря на кого. Одному может убить. Другому постепенно будет вредить. Третьему поможет. Принципиально носить бриллиант на безымянном пальце можно. Но реально, как это будет действовать, у всех по-разному. Нажмите прямо сейчас на этот камень, прямо на кольцо. Подержите пять минут. Если у вас начнёт что-то в голове происходить, значит, не подходит. Я вам простой метод дал определение. Что вам ещё надо? Есть ещё, знаете, такие вещи, что какие-то болезни можно лечить просто как бы чаще всего можно лечить таким-то растением. Но не всегда. Поэтому я вам такие закономерности сказал, но не значит, что на все болезни такие закономерности будут. Неврозы тоже лечатся очень тяжело. Нет смысла об этом сейчас говорить. Они лечатся с помощью молитв. У вас много святых людей в Латвии. Некоторые из них лечат молитвами. Найдите этих людей, вводите людей, которые психически больны, к ним сначала. Есть риск, что они вылечатся при общении с ними. Это сто процентов, что так может быть. Потому что это то, как надо их лечить, психически больных. Также можно их занять какую-то веру, найти веру какую-то, допустим, Богу поклоняться, какой-то вере, найти наставника. И человек реально выздоравливает от психической болезни, занимаясь духовной практикой. Это единственный способ лечения психических болезней. Других способов нет. Что касается, допустим, связь с планетами. То, что я изучил реально, как растения связаны с планетами. И то, что написано даже в книгах, так сказать, эруэдических в некоторых. То я могу сказать, что я был в шоке. Потому что там такая бельберда написана. Перечни вот этот связь растений с планетами, такая бельберда. Ну просто есть вещи очевидные. Допустим, ясно, что мята связана с Луной. Тут даже вопросов нет. Она имеет все признаки этого. Вот есть растения, которые имеют 2-3 планеты в себе. Но иногда растениям, которые, допустим... Ну вот можно сказать, что перец красный с Луной связан или нет? Это абсолютный абсурд. Вот таких абсурдов очень много я встретил. То есть просто какая-то глупость, большая недоразумение. То есть у меня есть понимание, какие растения с какими планетами связаны. Скоро по этому поводу будут какие-то методички выпущены. У меня есть достаточно большое исследование, материал по этому поводу. Но сейчас такая бельберда в этом плане творится. То же самое, как сказать по лечению камнями. Все эти книжки можно засунуть там, где они найдут свое применение. Дело в том, что вы поймите такую вещь, что там есть правда, какая-то доля правды. Ну допустим, есть много глупостей. Советуется, на каком пальце надо носить какой камень. Но этот камень имеет свой цвет. Допустим, светлый рубин. Но их тысяча оттенков, этих светлых рубин. Он бывает разной плотности. И в зависимости от этого он подходит или нет человеку. Это все очень сильно действует, господа. Вот те, кто лечились камнями, ходили ко мне, они видели, что какой-то маленький камешек стоит. Человеку становится очень плохо, если он ему не подходит. Этот камешек примерно такой же маленький, но чуть-чуть другого цвета меняется. И сразу становится хорошо. Люди реально видели это. Вы представьте, что вы одеваете большой камешек драгоценный на тело. Не дай бог, если он вам не подходит. Представляете, как вы себя можете угробить. Это реальность уже, а не иллюзия. Это то, что бывает на самом деле в жизни. Ко мне сегодня пришла женщина, у нее очень большие камни были. Ее сильно перегружало это все. Я ей посоветовал снять. Она говорит, мне так тяжело жить. У меня такой случай был в Самаре. Женщина пришла вся увешанная камнями. У нее глаза такие горели. Она подошла ко мне, я умираю, доктор. У нее такие квадратные глаза, совершенно дикие такие. Она вся в камнях, у нее украшений много. И она такая ко мне пришла, я умираю. Я смотрю, у нее дико большие камни. Я взял и снял все камни. Говорю, придете завтра. Она пришла на следующий день, такая деловая, все нормально. Все, я вылечилась, мне больше ничего не надо, мне хорошо. И пошла все, достаточно. Просто камни снять женщины достаточно, чтобы ее вылечить. Часто бывает так. Давайте будем желать всем счастья. Я надеюсь, что вы не зря сходили на лекцию, да? Кое-что, информацию какую-то вы получили. Я надеюсь, все, что я мог, я вам рассказал. Конечно, есть много других методов лечения, эффективных. То, что я не знаю. Я сказал то, что я знаю. Только в этом, как бы, чем богато, тем урано. Давайте всем желать счастья. Это очень эффективный метод лечения. Сели прямо. У нас после лекции начинается репетиция перед началом концерта. Концерт будет дома. А здесь мы пытаемся сделать так, чтобы его не было. Поэтому, если человек желает всем счастья и думает о своих родственниках, и думает о своих близких, он реально улучшает с ними отношения. И так, с помощью пожелания всем счастья, можно вылечить практически все заболевания. И у меня, когда гордости было чуть побольше, мозгов было чуть поменьше, я когда начинал заниматься вот этими методами, я собирал специально людей, настроил на лечение вот так, что мы будем лечиться, желая всем счастья. И как бы мы очень интенсивно желали всем счастья, по полчасика где-то так у нас потели. И потом я собрал результаты, там столько было положительных результатов. У одной женщины там сразу пять мастопатий рассосалось за неделю. Написала нету, тю-тю, пропали. У другой вот такая родинка рассосалась, она плакала на бедре с любимой родинкой рассосалась мужа. Она требовала назад родинку, я не знал, как ее назад вернуть. И так далее. То есть просто желали всем счастья, больше ничего не делали, никаких других методов. Представляете, какой эффективный метод. У женщины 80 лет, хроническая язва на ноге 20 лет. Заросла нас две недели. Тю-тю, полностью уничтожена была язва. Поэтому как бы я не знаю, что у вас там зарубцевалось. Главное, чтобы мозги не зарубцевались. Я думаю, что от этого все будет хорошо в этом плане. Но самое главное, это понять вот эту идею. Когда человек поймет эту идею, он в трудный момент начнет желать всем счастья. И он действительно, это ему поможет в жизни. В этом нет никакого сомнений. Надо желать всем счастья, пока не почувствуешь удовлетворение. Я думаю, минимум, может, 5-6 минут. Но вообще старайтесь именно понять идею, что надо дойти до определенной кондиции. Вот мы когда желаем здесь счастья всем, вы заметили, когда-то больше, когда-то меньше. Я вас довожу до определенной кондиции. Запомните это состояние, в которое вы входите. И старайтесь дома в него тоже входить. В этом заключается идея. Хорошо? Сели прямо. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.